Ваше основная вещь, основная мысль, которую я пытаюсь донести до широкой общественности всеми своими книжками, всеми своими лекциями и всей своей деятельностью, вот какая. Мозг материален. В мозге существуют некоторые нейронные контуры, которые непосредственно отвечают за то, чтобы у нас были мысли, за то, чтобы у нас были чувства, за то, чтобы у нас были эмоции, за то, чтобы мы могли решать математические задачи, за то, чтобы мы могли делать выборы, могли чего-то хотеть или чего-то не хотеть. Для всего этого, в принципе, теоретически, иногда практически, можно найти какие-то конкретные нейронные контуры, которые за это отвечают. Можно установить связи между структурами и функциями. Они не всегда однозначные, они не всегда простые, они могут быть динамическими, но в принципе они существуют. И последние 170 лет нейробиология занимается именно этим. Она устанавливает связи между какими-то конкретными отделами мозга и какими-то конкретными процессами, мыслительными в том числе, которые происходят. Сегодня лекция в основном посвящена самому хайповому, самому модному методу такого установления связей, который называется транскрениальная магнитная стимуляция и транскрениальная электрическая стимуляция. Но прежде чем мы перейдем к ним, я хочу бегло упомянуть два других важных метода, которые помогали нам установить связь между структурами и функциями мозга. Я сказала, что современная нейробиология появилась 170 лет назад. Вот почему современная нейробиология началась со взрыва при прокладке железнодорожных путей. В 1848 году, 13 сентября, в штате Вермонт, в городке Кавендиш, который позже стал известен тем, что в нем жил Александр Солженицын, жил другой, не менее известный человек по имени Финниас Гейдж. Финниасу Гейджу было 25, он был молод, амбициозен, талантлив, трудолюбив, он работал бригадиром при прокладке железнодорожных путей. Примерно на вот этом самом месте им нужно было разрушить скалу для того, чтобы проложить рельсы. Когда в XIX веке вам нужно разрушить скалу, вы делаете вот что. Вы высверливаете глубокую-глубокую дырку в скале. На дно этой дырки вы насыпаете порох. Сверху над порохом вы насыпаете какой-нибудь инертный материал, например, песок. Через все это вы протягиваете фитиль. И у вас есть железная палка, которая нужна для того, чтобы это все утрамбовать. После чего вы сможете поджечь фитиль и таким образом взорвать скалу, проложить железнодорожные пути. Финниас Гейдж проверял качество закладки вот этих взрывных вещей, вот этого пороха. И он проверял качество утрамбовки, он держал в руках железную палку для того, чтобы это утрамбовать. В этот момент его отвлекли разговором. Он обернулся через правое плечо и неудачно шевельнул этой палкой. Палка высекла искру. Искра привела к тому, что порох взорвался. Когда порох взорвался, палка вылетела из щели, вошла ему в голову под левым глазом, вышла через макушку. Практически уничтожила всю его левую лобную долю. Самое удивительное в этой истории, что Финниас Гейдж выжил. Он остался в живых, он выстрелил, он вернулся к работе. Но все знакомые говорили, это больше не Гейдж. У него сильно изменилась личность. Если до этого он был целеустремленный, работоспособен, амбициозен и все вот это, то после травмы, когда у него практически полностью разрушилась левая лобная доля, он стал импульсивен, он стал переменчив в своих решениях, ему было сложно контролировать свои животные порывы, он был груб, он был не сдержан. Он вызывал большие негативные эмоции у тех, кто его знал. Хотя он не вернулся к работе на железнодорожных путях, ему это как-то разонравилось после того случая, он как только поправился, начал вводить дилижанс. И здесь важно, что в какой-то степени вот эти его изменения личности были скомпенсированы в течение его дальнейшей жизни. Мозг в значительной степени способен к тому, чтобы как-то компенсировать утраченные функции. Он прожил после этого случая еще 12 лет, умер потом от пневмонии, и в конце жизни, в общем-то, ни родственники, ни работодатели на него не жаловались. В начале жизни жаловались серьезно, в начале, после травмы, именно на вот эту его импульсивность и переменчивость. Например, вот этот его железный пруд, который пробил ему голову, он сначала подарил Гарвардскому медицинскому музею. Но не прошло и года, как он забрал этот пруд обратно, сказал, я передумал вам дарить, отдайте. И после этого всю оставшуюся жизнь находил с этим прудом и фотографировался с ним. Я говорила, что с этого случая началась история современной нейробиологии, потому что это первый из событий такого масштаба, которое, в принципе, показало, что травмы мозга могут пролить свет на его функции. До этого никто не знал, для чего нужна левая лобная кора. После того, как у Финнеса Гейджа произошла травма, и у него изменилась личность, стали предполагать, как впоследствии выяснилось небезосновательно, что левая лобная кора и вообще лобная кора важна для того, чтобы вы могли контролировать свои импульсы, могли практиковать самоконтроль, могли практиковать силу воли, могли сдерживать свои эмоции, могли быть человеком целеустремленным и разумно организованным, разумно стремящимся к светлому будущему. И вообще вот эти истории с появлением травм и с изучением этих травм уже начали довольно активно накапливаться в XIX веке. Вот следующий знаменитый пример — это фотография, сохранившаяся мозг у человека, вошедшего в историю под именем Тан. Тан, потому что это на французском означает «кора», это было единственное слово, которое этот человек мог произносить. Сколько-нибудь членораздельно, все остальные звуки, которые он издавал, были еще менее понятными, и он был пациентом поля брака. На этом месте догадливые люди уже поняли, что повреждена у него зона брака. Зона брака — это вот этот участок на границе лобной и височной коры, про который отныне и до сих пор известно, что он связан с любыми языковыми способностями. Эта часть мозга находится в нижней лобной извилине. Про нижнюю лобную извилину мы многое знаем и многое будем сегодня говорить о том, как она связана с языковыми способностями. Известно, например, что когда вы учите иностранный язык, у вас утолщается площадь коры в нижней лобной извилине. О природе этого поражения есть разные источники, которые говорят разные вещи. В некоторых книжках написано, что это сифилитический некроз, в некоторых книжках написано, что это просто инсульт. Но, во всяком случае, известно, что если повредить человеку эту зону мозга в левом полушарии, то у него возникнут проблемы с производством членораздельной речи, значительно более серьезные, чем у меня. И так происходит всегда и везде со всеми, у кого повреждена эта зона. В принципе, она строго в левом полушарии находится у правшей. У левшей она может быть и в правом полушарии, и в левом. В разной степени там выражена. Но в общем и целом, в среднем, в основном, у большинства людей она находится именно в левом полушарии. Самый знаменитый пример из этой области, из того, как повреждения мозга позволяют получить новую информацию о функциях мозга, это случай Генри Моллисона. Это был 1953 год. В те времена лекарства от эпилепсии были значительно менее эффективными, чем сегодня. И в те времена эпилепсию чаще, чем сегодня, лечили с помощью хирургических операций. Если у вас поврежден какой-то отдел мозга таким образом, что он склонен к генерации эпилептических припадков, склонен к тому, чтобы становиться очагом эпилептического возбуждения, то вы уже тогда могли с помощью электроинфилографического исследования приблизительно локализовать, в каком месте этот участок мозга находится, который генерирует эпилептические приступы. И после этого вы могли сделать хирургическую операцию. Вы могли вырезать этот участок мозгом. И именно это было сделано с Генри Моллисоном. Ему вырезали довольно большую часть медиальной височной доли. В числе прочего ему вырезали полностью гиппокамп. Тогда никто не знал, для чего нужен гиппокамп. Хорошая новость в том, что эпилепсия у него действительно прошла. Генри Моллисон благополучно принес операцию, благополучно пришел в себя. На следующий день к нему зашел в палату врач, который его лечил. Генри Моллисон ему сказал, «Здравствуйте, вы, наверное, мой врач, да, вы вчера делали мне операцию, как все прошло?» Врач ему рассказал, как все прошло, они попрощались, Генри оставили высыпаться. На следующий день врач зашел к нему еще раз. Генри ему сказал, «Здравствуйте, вы, наверное, мой врач, вы вчера делали мне операцию, да, как все прошло?» На следующий день врач зашел к нему еще раз. Генри ему сказал, «Здравствуйте, вы, наверное, мой врач, вы вчера делали мне операцию, да, как все прошло?» Этот случай стали, естественно, изучать. И этот случай изучали в течение более чем полувека. Генри Моллисон умер от старости в 2008 году. Все эти дни он думал, что ему 27 лет, и что ему вчера сделали операцию. Из этого научная общественность сделала вывод, что гиппокамп нужен для записи воспоминаний, для перевода воспоминаний из кратковременной памяти в долговременную, для работы декларативной памяти, для способности запоминать новые факты. Генри Мойлсон помнил все эти факты, которые он знал до момента операции. Он мог выучивать новые факты, но он забывал их в течение 15 минут. Они не переходили в долговременную память. При этом он мог осваивать новые движения, новые моторные навыки, потому что в этом больше задействован мозжечок, для этого гиппокамп, как выяснилось, не обязателен. Но с такими вещами есть, конечно, целый ряд проблем. На основании травм мозга целую нейробиологию не построишь. Например, потому что травмы мозга бывают редко, травмы мозга не бывают по заказу. И очень хорошо, что они не бывают по заказу. Поэтому в конце 20-го и в начале 21-го века на первый план выходят нейроимеджинговые исследования. Они хороши тем, что вы можете положить человека в томограф здорового, без всяких травм, дать человеку какое-нибудь поведенческое задание и посмотреть, какие зоны мозга у него особенно активны. Какие зоны мозга активны больше, чем они бывают активны обычно. И на этом основании сделать вывод, что работа вот этих зон мозга, вероятно, важна для вот этой поведенческой функции. Вот здесь на этом слайде два просто совершенно произвольных примера. Первый пример про поведенческую экономику, про биологию принятия решений. Здесь использовались стимулы, у которых были преимущества и недостатки. Вы лежите в томографе, вам показывают стимул, у которого есть преимущества и недостатки. Вы должны сделать выбор, нравится вам этот стимул или нет, хотите вы его себе принять или нет. Преимущества и недостатки в этой специальной формализованной системе были закодированы в виде цвета стимула и в виде формы стимула. Цвет означал, сколько денег вы можете приобрести, если вы возьмете себе эту картинку. Вы можете приобрести 0 центов или 40 центов, или 80, или 2 евро, или 3 евро. Для каждого цвета была своя цена, положительная своя плата, которую вы за это получите, которую испытуемые до этого заранее выучивали. При этом форма картинки означала проблемы, которые вы получите, если вы согласитесь взять себе этот стимул. Форма означала, сколько денег у вас отберут. Опять же, вас могли отобрать 0 центов, 40 центов, 2 евро, 3 евро, сколько угодно. И испытуемые тоже до того, как участвовать в эксперименте, заранее выучили, какая форма что означает. Соответственно, каждый стимул для них что-нибудь означал. Означал, сколько денег они могут приобрести, сколько денег они могут потерять. И, соответственно, имеет ли смысл соглашаться на эту картинку или нет, увеличится или уменьшится в конечном счете их сумма денег. И этот эксперимент показал наиболее четким образом, что плюсы и минусы решения обрабатываются в нашем мозге независимо друг от друга. Плюсы и минусы решения обрабатываются в нашем мозге по отдельности, в двух разных потоках информации. У нас есть амигдала, она же миндалевидное тело. Это зона мозга, ассоциированная в первую очередь с негативными эмоциями, со страхом, с отвращением. И было показано, что активность амигдала напрямую зависит в этом эксперименте от формы картинки. То есть от формы стимула, то есть от того, сколько денег вы можете потерять. Если вы можете потерять не больше 20 центов, то амигдала малоактивна. Ее активацию не видно на томограмме. Она не требует себе для работы дополнительного кислорода, дополнительного сахара, дополнительного всего. Она не очень вовлечена в принятие решения. Если же вы помните по форме этого стимула, что вас отнимут не меньше трех евро, что вас отнимут много денег, то активность амигдала повышается. Амигдала говорит «тыр-тыр-тыр». Амигдала интенсивно посылает импульсы. Амигдала сообщает всему заинтересованному мозгу в том, что этот стимул опасный, от этого стимула лучше отказаться. При этом цвет, символизирующий выгоды стимула, амигдалу вообще не интересует. От цвета картинки ее активность не зависит никак. Зато у нас есть прилежащее ядро. В прилежащее ядро нейробиолог Василий Ключарев говорит «все, что мы делаем, мы делаем для того, чтобы понравиться нашим нейронам в прилежащем ядре». Это любимая всеми нейробиологами зона, которая связана с удовольствием. Чем активнее прилежащее ядро, тем больше вам нравится то, что происходит вокруг вас. И в данном случае именно прилежащее ядро обрабатывало информацию о цвете стимула. Если цвет стимула символизирует, что вам дадут много денег, прилежащее ядро было активно. Оно говорило «нам это очень нравится, давайте это возьмем». Оно это кодировало за счет частоты импульсов. Частота импульсов требует увеличенного количества глюкозы и кислорода, и, соответственно, видна на функциональной магнитно-резонансной томографии. Если, наоборот, стимул приносил мало удовольствия, мало денег, то активность прилежащего ядра была низкой. А дальше есть вентромедиальная префронтальная кора и дорозлатеральная префронтальная кора, участки лобной коры, которые принимают решения. Они занимаются тем, что они сопоставляют интенсивность сигналов, приходящих от амигдала, с интенсивностью сигналов, приходящих от прилежащего ядра. На этом основании делают вывод о том, стоит ли соглашаться или нет, кто из них кромче голосит. В томографических экспериментах для того, чтобы все испытуемые реагировали одинаково, используют простые стимулы, типа вот таких специально созданных картинок, как вот этот вот голубой кружочек. Но если мы говорим о жизни, то, скорее всего, по всем косвенным данным, которые есть в жизни, происходит примерно то же самое. Когда вы видите в магазине кофточку, вы, с одной стороны, если она нравится вашему прилежащему ядру, прилежащий ядру говорит, ой, какая кофточка, давай купим. С другой стороны, у вас есть амигдала, амигдал говорит, 2000 гривен, за квартиру платить нечем будет, есть нечего будет, с ума сошел. А ваша лобная кора взвешивает то и другое, решает, кто голосит громче, привлекает предшествующий опыт, знание контекста, например, о том, можете ли вы одолжить денег у родителей, или у мужа, или у друзей, или еще у кого-нибудь. И на этом основании принимает решение о том, кто победил, и будем ли мы покупать кофточку. Все эти вещи изучать хорошо и интересно. Вот другой пример перспективного нейровизуализации, и, соответственно, нейровизуализационное исследование. Я еще такой человек, который сегодня плохо выспался, потому что с новыми правилами пересечения границы все очень волновались, успели перейти к границу и были уверены, что мне нужно вставать 9 часов утра ради того, чтобы к 7 вечера точно оказаться в Харкове. Харковские организаторы вообще самые заботливые организаторы в моей жизни. Когда я приехала первый раз два года тому назад, 16 января 2016 года, я приехала сначала прочитать лекцию в Харкове, потом я поехала читать лекцию в Киеве. И все киевские организаторы смотрели на меня очень странно все время. Все время переспрашивали, все ли у меня хорошо, не надо ли мне чего-нибудь. На второй день, напившись, сказали, а ты, кажется, нормальная. Я говорю, а что? Они говорят, ну, харьковские организаторы говорили, что тебе обязательно нужна гостиница на центральной площади, обязательно нужна джакузи, потому что ты маосковская звезда. После этого случая я написала райдер, в котором написано, что мне не нужно джакузи. Вот, я начала говорить про нейровизуализм. Что же такое, господи? Короче, про МРТ. Вот МРТ. Здесь идет речь о том, что можно составлять семантические карты мозга. Семантические карты мозга — это попытки прочитать мысли человека с помощью томографа, попытки установить соответствие между тем, какие слова человек думает или какие слова человек видит, слышит, и тем, как активируется его мозг. В принципе, про это есть вообще большие удивительные работы, в которых исследуют десятки тысяч слов, и это позволяет, по крайней мере, надежно отличить испытуемых, которые слушают томографию один рассказ, от испытуемых, которые слушают другой рассказ, и даже приблизительно предположить, о чем эти рассказы могут быть. Но вот есть вещи совсем надежные, совсем простые. В частности, еще в 2010 году Митчелл и Джаста с университета Корнеги Меллан показали, что в мозге есть довольно четкие зоны, которые активируются в тех случаях, когда мы слышим про убежище, это вот синие зоны, то есть когда мы слышим любые слова, типа шкаф, машина, корабль, перевернутый сарай, любое место, в которое можно спрятаться, любое место, в которое можно забуриться. Что в мозге есть зоны, которые связаны с инструментами. Они активируются всегда, когда мы, например, слышим слово «отвертка» или слово «ножница» или слово «молоток», что-то, что можно взять в руку, с чем можно поработать. И в мозге есть зоны, связанные с восприятием съедобного, которые активируются, когда мы слышим слово «яблоко», слово «сыр», слово «крупа», любое такое слово. И в большинстве случаев можно логически понять, как это происходит, с чем это связано. Вот, допустим, в случае с манипуляциями, активируются зоны, связанные с контролем за кистью. Моторная кора — та, которая занимается контролем за движениями кисти. То есть каждый раз, когда вы просто слышите слово «отвертка», ваш мозг, среди прочего, активирует зоны, связанные с вращением кисти, для того, чтобы вы были готовы к тому, чтобы вам нужно было воспользоваться этой отверткой. Это довольно удивительная вещь, потому что я говорю вам «отвертка», у вас у всех повышена сейчас активность моторной коры, когда вы думаете об отвертке. Я человек, который может управлять чужими мозгами без всякой транскрениальной стимуляции. Но транскрениальная стимуляция все-таки нужна, потому что, еще раз, вот эти два метода, хотя они самые понятные, самые простые, у них есть проблемы. Проблемы, связанные с травмой мозга, в том, что травмы мозга никогда не случаются по заказу. Вот у вас либо есть пациент с такой травмой, либо нет. И, кроме того, травмы у всех пациентов разные. Во-вторых, эти травмы мозга со временем имеют свойство изменяться. То есть в мозге есть нейропластичность, в мозге есть какие-то репарационные процессы. Все это приводит к тому, что вы наблюдаете за человеком несколько месяцев, и все эти несколько месяцев у него меняются те возможные нарушения поведения, которые есть. Обычно, к счастью, в сторону улучшения. И, кроме того, есть метод нейровизуализации, у него тоже есть проблемы. Самая главная, ключевая фундаментальная его проблема в том, что он говорит нам о корреляциях, а не говорит о причинно-следственных связях. Вот если мы говорим, например, об томографии, которая выявляет анатомические отличия между мозгами разных людей, а не отличия в активности, вот мы из нее знаем довольно надежно, что у людей, которые знают иностранные языки, толще нижняя лобная извилина. Но при этом мы абсолютно не можем на этом основании сделать выводы о причинно-следственных связях. Мы можем подумать, что они выучили язык, и поэтому у них стала толще кора в нижней лобной извилине. Мы можем подумать, что у них от природы была толще кора в нижней лобной извилине, и благодаря этому им легко дался иностранный язык. Мы можем, наконец, предположить, что они в детстве ели черешню, и благодаря этому у них стала толще нижняя лобная извилина, и одновременно выучился автоматический иностранный язык мы все что угодно можем предложить мы просто видим корреляции эти корреляции мы не знаем что означают они не обязательно означают что эта зона мозга нужно для выполнения именно той функции по которой мы думаем что она нужна допустим мы показываем испытуемым слова и видим слова отвертка да и видим что не активировалась моторная кора но мы не знаем почему может быть на самом деле она нужна вообще для восприятия звуков а вовсе не для управления движением кисти как мы думали и может быть она просто активируется на разные любые звуки в общем нейро визуализация дает много информации но в этой информации всегда есть проблемы с трактовками и поэтому всегда нужно ставить большое количество сложных экспериментов для того чтобы одни трактовки опровергнуть а вторые трактовки усилить кроме того когда мы говорим про функциональную магнитно резонансную томографию здесь и высоко вероятно ложные отрицательные результаты которые связаны с тем что мы в функциональных мрт в которой мы даем человеку задание смотрим на активность его мозга мы выявляем увеличение метаболизма мы выявляем что какой-то участок стал работать более активно чем обычно потребовал себе больше кислорода и у нас изменилось соотношение гемоглобина кисленого и гемоглобина связан с кислородом что собственно видно на томограмме но если мы представим что какой-то участок идеально приспособлен к выполнению этой функции что он всегда делает именно это то может быть у него вообще не должен повышаться метаболизм в тех случаях когда он выполняет это задание может быть у него и так все хорошо он работает на базовом уровне и при этом именно для этого задания нужен поэтому было бы очень хорошо если бы у нас был какой-то способ наносить людям травму мозга отключать выборочно какой-то участок функции которого мы хотим выявить чтобы можно было бы взять причинно-средственную связь вот мы вы видели этот участок вот человека нарушились функции значит наверное здесь есть причинно-средственная связь но делать это так чтобы человек не возражал а так чтобы человек не возражал означает контролируема и обратима и тут на сцену выходит транскраниальная магнитная стимуляция транскраниальная здесь это очень круто что она есть потому что она позволяет сделать именно это она позволяет вам воздействовать на какой-то участок коры головного мозга человеком для того чтобы временно подавить а в некоторых протоколах наоборот временно усилить его функцию чтобы посмотреть что изменится в поведении испытуемого принцип на котором она основана называется электромагнитная индукция или закон фарадея смысл его в том что если у вас есть переменная изменяющаяся во времени электрическое поле то вокруг вот этого проводника электрического поля возникает магнитное поле которое тоже меняется во времени а если оно действует на какие-то другие контуры способные проводить электрический ток то в них в свою очередь возникает опять электрическое поле которое тоже оказывается переменным во времени и именно это Это происходит в случае транскрениальной магнитной стимуляции. У вас есть катушка, нарисованная на предыдущем слайде. Вот такая катушка. Вы ее подносите к голове испытуемого. По катушке у вас движется электрический ток. Вокруг катушки у вас появляется магнитное поле. Это магнитное поле проникает сквозь череп, достигает коры головного мозга. Кора головного мозга способна к тому, чтобы проводить электричество. Вообще нервная система по природе своей состоит из клеток, которые способны проводить электричество. Именно поэтому она и нервная система. И в этот момент скорее возникает электрический ток. Что это означает на практике? В принципе, вся нервная система основана на проведении электрического тока. Вот у нас есть какой-то кусок нейрона, какой-то его отросток, аксон. В том случае, если на него приходит электрическое напряжение. Оно может приходить от соседних нейронов, оно может приходить от другого конца этого аксона, оно может приходить от вашей транскраниальной магнитной стимуляции. Здесь на его мембране есть такие важные молекулы, которые называются потенциалозависимые натриевые каналы. Они потенциалозависимые. Это означает, что если они чувствуют электрический ток, если они чувствуют электрическое поле, то они изменяют свою конформацию, их свойства изменяются, и они начинают в данном случае проводить ионы натрия. Они проводят ионы натрия внутрь этого отростка нейрона. И это приводит к тому, что нейрон работает благодаря тому, что у него есть разность потенциалов. Нейрон работает благодаря тому, что у него внутри отрицательный заряд поддерживается в состоянии покоя, снаружи поддерживается положительный заряд. В тот момент, когда положительно заряженные ионы натрия начинают проникать внутрь снова и снова, начинается деполяризация. И эта деполяризация — это самоусиливающийся процесс. Она изначально была стимулирована каким-то другим внешним воздействием, а тут подключаются потенциалозависимые натриевые каналы, проводят внутрь все больше и больше натрия, у вас все сильнее и сильнее деполяризация, и это приводит к тому, что соседние на мембране натриевые каналы вовлекаются в тот же самый процесс. Вот у вас один возбудился из-за внешнего воздействия, пустил натрий, благодаря этому произошла деполяризация, благодаря этому это почувствовал и начал работать следующий натриевый канал, потом следующий, потом следующий, потом следующий, потом следующий. И таким образом деполяризация пошла по нейрону вдоль. И именно таким образом возникает потенциал действия и передается дальше какой-то действующий сигнал. И вот транскраниальная магнитная стимуляция может запустить эти процессы. Она может сделать так, чтобы ваши нейроны начали генерировать потенциалы действия, хотя ваш мозг изнутри об этом никого не просил. В том случае, если мы подаем один импульс, то там все просто, один импульс вызывает одну короткую кратковременную активацию. Это иллюстрируется, как правило, на примере возбуждения моторной коры. У нас есть в высшей школе экономики лаборатория, где есть транскраниальный магнитный стимулятор. Там есть мой научный руководитель Матео Фиура. Он каждый раз, когда приходят журналисты, просто берет эту катушку, подносит ее себе к моторной коре, нажимает на кнопочку, отправляет импульс на моторную кору, и у него дергается рука. Журналисты очень радуются, Матео радуется, студенты радуются, все радуются. Но в реальных исследованиях это не используется, потому что все и так знают, что если поднести катушку к моторной коре, то она начнет двигаться. Это используется только на подготовительном этапе для того, чтобы настроить оборудование. Для того, чтобы вы могли откалибровать вашу катушку, для того, чтобы вы могли понять, какую интенсивную стимуляцию нужно подавать этому конкретному испытуемому, с учетом толщины его черепа и возбудимости его мозга, вы сначала вызываете у него простое мышечное сокращение, для того, чтобы дальше уже стимулировать ту зону, которую вы хотите. Когда вы стимулируете ту зону, которую вы хотите, вы можете использовать разные протоколы стимуляции. вы можете делать это долго, вы можете делать это недолго, вы можете делать это с разной интенсивностью, вы можете делать это с разной частотой, и все это вызывает разные эффекты в мозге. Причем в разных областях мозга это еще и может вызывать тоже разные эффекты. В общем и целом, традиционно, большинство исследований показывает, что если вы долгое время, достаточно продолжительное время подаете сигналы низкой частоты, то есть, например, 1 Гц, то есть раз в секунду, то это приводит к подавлению активности данной зоны. А если вы подаете сигнал с высокой частотой много раз в секунду, я это не произнесу, быстро-быстро, то это может приводить, наоборот, к тому, что на некоторое время активность этой зоны коры повышается. Про механизмы, которые к этому приводят, что научные статьи, что Википедия так честно и пишут, что они не до конца изучены, но используют слова «долговременная потенциация» и «долговременная депрессия», то есть усиление или ослабление главным образом проводимости между синапсами, что один нейрон начинает более легко или более сложно, наоборот, передавать сигналы другому нейрону, и благодаря этому участок коры начинает работать лучше или хуже. И, соответственно, можно проводить большое количество экспериментов, в которых вы подавляете или ослабляете активность тех или иных зон мозга, и на этом основании делаете выводы о том, для чего они нужны. Вот я говорила про демонстрацию классического транскраниальной стимуляции за счет движения руки при стимуляции моторной коры. Другая классическая стимуляция, которая неизменно всех потрясает, называется спич-арест, то есть блокирование речи. Если вы выберете такие параметры стимуляции, чтобы они подавляли активность кусочка коры, и поднесете катушку к той самой зоне брака, к той самой нижней лобной извилине, связанной с языком, то ваш испытуемый, к своему большому удивлению, обнаружит, что он как собачка все понимает, но сказать не может. То есть вы можете давать ему какое-нибудь задание, которое требует произнесения слов, читать вслух, называть количество слогов в слове, еще что-нибудь делать, и вы подносите к нему катушку, а потом вы ее включаете, и человек вроде бы ему кажется, что он пытается продолжать делать то же самое, но только вдруг он не может ничего сказать. Я привожу сейчас один конкретный пример такого исследования, который был интересен вот чем. Здесь стимулировали две зоны. Первая — это, собственно, зона брака и нижняя лобная извилина. Если вы ее стимулируете, то человек перестает говорить. Задание было такое, что вам показывали слоги на экране компьютера, вы называете количество слогов в том сочетании слогов, которые вам показали. Испытуемы прекращали это делать, когда получали стимуляцию, и говорили, что не могла подобрать слова. Рядышком находится моторная кора, и в частности моторная кора, связанная с артикуляцией, с управлением движениями мышц губ. Если вы заблокируете ее, то человек слова подобрать может, он их продолжает думать, но он, описывая свои потом ощущения, говорит, что он не мог контролировать мышцы губ. Интересно здесь вот что. Испытуемые должны были одновременно произносить вслух это название слогов и нажимать на кнопку. Нажимать на кнопку для того, чтобы определить, кнопка 2 слога или кнопка 3 слога или кнопка 4 слога, разные цифры. И было показано, что в том случае, если вы блокируете эти зоны, одну или обе вместе, то у человека нарушаются результаты даже в том случае, если он не должен говорить, даже если он должен просто нажимать на кнопку. То есть даже просто нажать на кнопку, ответить правильно, нам сложно, если мы не можем это подумать, если мы не можем подумать, что мы видим два слога, то нам сложнее, у нас дольше времени занимает попытка выбрать все-таки правильную цифру 2 и нажать. И такой эксперимент позволяет показать, что вот эта языковая зона нужна нам не только для того, чтобы говорить вслух, но и для того, чтобы думать мысли, для того, чтобы вообще вербально что-то такое выразить. Самое удивительное не это, а самое удивительное то, что если даже заблокировать зону, которая отвечает просто за движение мышц губ и попросить человека при этом ничего не говорить вслух, а просто медленно, спокойно нажимать на кнопку, то выясняется, что скорость реакции и точность выполнения задания ухудшаются даже в том случае, если вы блокируете мышцы губ, хотя казалось бы, они не имеют вообще никакого отношения к выполнению задания. Но вот как выясняется, точно так же, как мозг активирует моторную кору, когда думает об отвертке, точно так же мозг, как выяснилось, активирует зоны, готовые к тому, чтобы начать какое-то движение губ в тот момент, когда он вообще решает какую-то задачу интеллектуальную, например, просто подсчитывает слоги, что, возможно, проливает некоторый свет на то, почему маленькие дети должны проговаривать все свои действия, почему им сложно просто думать про себя. Вероятно, сначала мы проговариваем свои действия, потом мы научаемся думать про себя, но, как выясняется, мозг до некоторой степени по-прежнему продолжает проговаривать свои действия. Если этому помешать, то это помешает и мыслительной деятельности. Но с помощью транскраниальной магнитной стимуляции можно не только помешать мыслительной деятельности, но можно и улучшить мыслительную деятельность. Вот здесь нарисовано довольно классическое задание для оценки возможностей рабочей памяти, которое называется N-back-task. Смысл его вот в чем. Вам показывают на экране последовательность букв и вам дают задание. В самом простом случае, которое называется 0-back, 0-back, вы должны просто следить, когда появится на экране буква X. И вы должны нажимать на кнопку каждый раз, когда вы увидели букву X. Все, что вам нужно держать в рабочей памяти, это то, какая буква вас интересует. Довольно просто. Есть задание, которое называется 1-back. Оно означает, что вам нужно нажать на кнопку в том случае, если вам покажут такую же точно букву, как было одно предъявление назад, как было на прошлой картинке. То есть вот вам показывают букву B, за ней буква D, ничего нажимать не надо. Вот вам показывают букву L, перед ней была буква D, ничего нажимать не надо. Вот вам показывают букву L, и вы все еще помните, что перед ней была буква L. И в этой ситуации вы должны нажать на кнопку, потому что произошло вот это повторение. Задание можно усложнить. Можно сделать 2-back 2 шага назад. Вы должны теперь нажимать на кнопку в том случае, если 2 картинки назад была такая же самая буква, как сейчас. Можно усложнить его еще, еще и еще. И на самом деле даже на стадии двух это уже довольно сложно. Тем более, что вы ищете, как правило, в таком задании не одну конкретную букву. То есть вы не должны просто искать букву Х и смотреть, не была ли она две буквы назад. А вы должны отвечать правильно и в том случае, если будет буква А, и в том случае, если будет буква Л, и в том случае, если будет буква Д. В общем, все это довольно сложно. И, естественно, такие задания часто пытаются усилить или ослабить с помощью транскраниальной магнитной стимуляции. И вот здесь у меня ссылка на подборку, на обзор 14 экспериментов, во всех из которых пытались стимулировать доразолатеральную префронтальную кору. Это одна из тех зон, которая была повреждена у Финиса Гейджа. Доразолатеральная префронтальная кора — это вообще то, чем мы думаем, то, чем мы концентрируемся, то, чем мы проявляем силу воли. Это одна из тех зон, которые делают человека человеком. И она нужна для того, чтобы решать вот такие задания, требующие внимания и сосредоточения. И если подать на нее стимуляцию, это такое, которое усиливает активность вашей доразолатеральной префронтальной коры, если подать на нее стимуляцию частотой 5 Гц или 10 Гц или 20 Гц. В данном случае ее подавали офлайн. Это означает, что сначала вы какое-то время человека стимулируете, потом вы стимуляцию прекращаете для того, чтобы он мог сосредоточиться на задании. Но эффекты от стимуляции некоторое время еще сохраняются. Как правило, они сохраняются примерно столько же времени, сколько времени вы стимулировали. или чуть поменьше. То есть вы 5 минут постимулировали, еще 5 минут, и человек как-то меняется свойство мозга. И обзор нескольких исследований говорит, что да. Что да, действительно, если вы усилили активность доразолатеральной префронтальной коры, которая помогает нам сосредоточиться и думать, то люди лучше справляются с такими заданиями. Нужно понимать, что эффекты там, хотя и статистически достоверные, но при этом довольно небольшие. То есть люди условно на 1-2% в разных экспериментах с разными параметрами стимуляции начинают лучше справляться с заданием, быстрее отвечать, меньше ошибаться. Это не магия, это не чудо, это просто статистически достоверный эффект. Когда у вас маленький размер эффекта, вам нужна большая выборка. Вот здесь обобщение результатов многих исследований, в каждом из которых было много людей, и всех их стимулировали. И получилось, что да, немножко такая стимуляция позволяет повысить эффективность выполнения задания. И, собственно, то, что нам это дает, это дает нам причинно-следственную связь и связь между структурой и функцией. Все, что это позволяет нам сказать, это позволяет нам сказать, что да, мы теперь можем быть уверены, что доразолатеральная префронтальная кора действительно вовлечена в выполнение такого задания. Это то единственное, что мы получили объективно. Дальше уже происходит экстраполяция, которыми я тут постоянно занимаюсь, что из этого мы делаем вывод, что она в принципе нужна для концентрации на заданиях. На самом деле мы не знаем, нужна ли она для концентрации на всех заданиях. Мы знаем, что она нужна для нескольких в ряде экспериментов, которые провели. И на этом основании надеемся, что она в принципе нужна для концентрации. Еще одна хорошая новость в том, что иногда можно добиться даже чуть более выраженного размера эффекта. И вот здесь рекламный момент. Транскраниальная магнитная стимуляция может снизить вашу любовь к сладостям. На этот раз это была тоже доразолатеральная префронтальная кора, правая. Про правую доразолатеральную префронтальную кору предполагаем, что она способствует целеполаганию и что она способствует склонности чего-нибудь захотеть. Она способствует склонности что-нибудь выбрать и решить, что вам это нужно. И возможно, если у вас как-то нарушена работа правой доразолатеральной префронтальной коры, то вам будет сложнее понять, чего вы вообще хотите, нужно вам это или нет, хотите ли вы это покупать или нет. В данном случае в лабораторию приходили голодные испытуемые. Их специально попросили не есть. И эти голодные испытуемые смотрели на картинки, на фотографии разной всякой еды. Вам здесь плохо видно, но вообще-то это твикс. Они смотрели на разную еду, и они ставили свои оценки того, насколько им нравится эта еда. После этого они получали транскраниальную стимуляцию. В течение 15 минут стимуляция была подавляющая с частотой 1 Гц. И после этого в течение 15 минут, как предполагается, у них была понижена активность дорзолатеральной правой префронтальной коры. И им дальше давали настоящие деньги. И за эти настоящие деньги они должны были согласиться или не согласиться купить еще раз какие-нибудь из тех сладостей, которые им еще раз показывали. И теоретическое предсказание было такое. Теоретическое предсказание заключалось в том, что если мы даем вот такой эксперимент без транскраниальной стимуляции или с плацебо-транскраниальной стимуляцией, то есть с ненастоящей, не в тот участок, или с выключенной катушкой, или еще что-нибудь, то будет хорошая четкая прямая зависимость между тем, насколько вам сначала нравилась вот эта шоколадка, и тем, сколько денег потом вы готовы за нее отдать. А в том случае, если подавить активность правой доразолатеральной префронтальной коры, то у вас будет меньше решимости, и даже для того, что вам изначально нравилось, вот набрало большое количество очков по вот этой горизонтальной шкале того, что она вам нравится, у вас все равно будет меньше готовности отдать деньги, потому что вы не так уверены. И действительно так и получилось. То есть вот здесь четыре столбика. Один из этих столбиков называется вертекс. Это макушка. Это когда вы прикладывали катушку к совершенно не тому месту. Не тому, где находится правая доразолатеральная префронтальная кора, а туда, где какая-то там моторная кора, и вообще непонятно что. Еще один вариант — это шем. Шем — это плацебо. Это означает, что вы прикладывали катушку куда надо, но при этом либо у вас была специальная катушка, которая тарахтит точно так же, как и обычная, но при этом не отправляет на самом деле никаких импульсов. Либо у вас была катушка, которую вы отвернули другой стороной от испытуемого. Он там сидит у вас в кресле, мало шевелится, ему ничего не видно, он не понимает, направили ли вы на него катушку правильной стороной или повернули ли вы ее наоборот. Если ассистируешь коллегам при проведении транскраниальных экспериментов по транскраниальной стимуляции, они заранее строго предупреждают на всякий случай, что они будут сворачивать катушку, и что ни в коем случае не надо верещать, что катушка направлена как-то плохо, потому что это именно так и задумано. Видимо, были прецеденты. А вот эти две картинки — это одно и то же, это просто два эксперимента по стимуляции того, чего нужно, так как нужно. И видно, что они действительно по сравнению со стимуляцией другого участка и в меньшей степени по сравнению со стимуляцией плацебо привели к тому, что наклон вот этой кривой правда изменился. А если мы говорим в цифрах, то в цифрах люди в среднем за вот эту шоколадку, вообще за то, что они хотели съесть, соглашались отдать на аукционе на 65 центов меньше. То есть на 65 центов меньше из тех трех долларов, которые у них были, они готовы были отдать, потому что им этого меньше хотелось, им было сложнее осознать, принять решение о том, что им хочется съесть эту шоколадку вследствие того, что у них была нарушена временная активность в мозге центра, которая связана с целеполаганием. Возможно, если вас обвиняют в том, что у вас плохое целеполагание, вы потратили все деньги на ерунду, говорите, что наоборот у вас хорошее целеполагание, и вы можете хорошо поставить себе цель потратить все деньги на ерунду, у вас это получается, потому что вы не используете транскраниальную стимуляцию. В общем, с ее помощью можно делать довольно много удивительных вещей, но все это не так просто, потому что, во-первых, установка для транскраниальной стимуляции дорогая, как самолет, но не как самолет, но, я думаю, близко к миллиону гривен она стоит. В Украине они есть, но их мало, в России они есть, но их мало, используются они больше в медицинских учреждениях для диагностических вещей, для того, чтобы оценивать, как была повреждена или не была повреждена при инсульте та или иная область коры. Во-вторых, это технически ужасно трудоемкая вещь, потому что вот это для журналистов Матео, вот Матео, кстати, вот, это Матео, по-моему, он красавчик. Но для журналистов Матео может просто поднести катушку и просто щелкнуть. На самом деле, когда вы хотите провести нормальный контролируемый эксперимент, вы должны возиться ужасно долго. Вы должны сначала отправить испытуемую воднотемограмму, вы должны получить его личную фотографию мозга, трехмерную томограмму структурную, и вы должны очень сложно калибровать камеру. У вас есть такая специальная стереокамера, которая помогает вам координировать ваши движения. Вот здесь калибровка, вот вы вешаете на испытуемый воднотемограмму, скотчем наклеиваете штуку с шариками, эта штука с шариками распознается камерой, и таким образом камера понимает, что здесь у вас человек. Вы, кроме того, специальной другой штукой с шариками показываете камере, где у этого человека ухи, где у этого человека переносится, где у этого человека что. После этой длительной и сложной калибровки, вот здесь, кстати, обратите внимание, клеят электроды для миограммы, для того, чтобы посмотреть, сокращаются у него мышцы или нет, потому что сначала собираются стимулировать моторную кору для настройки. Вы, в общем, долго все это калибруете, и потом уже благодаря этому вы берете катушку, на катушке тоже есть такие волшебные шарики, которые видят ваша стереокамера, и она вам благодаря этому показывает, в какое точно место на томограмме вы приложили катушку, то есть в какое точно место к человеку. И ее там нужно удерживать правильно, в трехмерной плоскости, достаточно долгое время. Вот мы говорили, если вы хотите, чтобы активность коры изменилась на 5 минут, то вам нужно держать катушку 5 минут, так, чтобы она практически не шевелилась. Если вы хотите 15 минут, то вам нужно держать катушку 15 минут, так, чтобы она практически не шевелилась. Пробовали делать установки, в которых катушку держала бы какая-то механическая рука, но здесь проблема в том, что у вас испытуемый живой. Испытуемый может пошевелить головой, и если вы держите катушку сами, то вы сразу это увидите и сразу поправите ее направление. А если у вас она закреплена жестко, то испытуемый пошевелил головой, ему начали стимулировать другую зону. В принципе, сейчас уже разработаны суперсложные роботизированные установки, которые умеют держать катушку и которые поправляют вот эти движения головы испытуемого, но они стоят совсем как самолет, таких, мне кажется, нет ни в России, ни в Украине, нигде. Поэтому у тех, кто постоянно занимается транскраниальной стимуляцией, у них супернакачанная правая рука, просто вообще как у терминатора. И что касается побочных эффектов, обычно, когда пугают людей транскраниальной стимуляцией, говорят про эпилепсию. Легко и приятно говорить про эпилепсию, это кажется очень логичным, что вот вы вызвали какие-то электрические волны, у человека началась судорожная активность. Но на самом деле я читала обзор 2015 года, в нем было сказано, что за всю историю транскраниальной стимуляции было завиксировано ровно 25 случаев эпилептических припадков, и то это было в основном не в экспериментах с испытуемыми здоровыми, а в основном в какой-то медицинской практике, потому что когда вы записываете испытуемых на эксперименты, то вы очень тщательно их расспрашиваете о том, не было ли у них никогда никакой истории нефрологических нарушений, и чуть что их выгоняете. То есть вероятность эпилептического припадка, во всяком случае, сильно меньше, чем 1 на 10 тысяч. Если вы пойдете на эксперимент, с вами этого, скорее всего, не случится. Намного более частые проблемы связаны с просто такими мелкими побочными эффектами, например, с неприятными лицевыми сокращениями мышц. Как-то вы задели человеку либо моторную кору, управляющую сокращением лицевых мышц, либо задели какой-то нерв где-то проходящий, у человека произошел спазм лицевой мышцы, и проблема здесь не в том, что самому человеку стало плохо от этого мимического движения, проблема в том, что ему могло показаться, что ему стало плохо, и он на этом месте встает и говорит, нет, знаете, я больше не хочу, мне стрёмно, что у меня уголок рта одернулся, делаете вы тут со мной какую-то магию, а вы человеку даете подписать перед экспериментом информированное согласие о том, что он может в любой момент в статье уйти, и люди этим пользуются. И это всегда очень обидно, потому что вы его на томограмму отправляли, настраивали два часа всю систему, но вот встает и уходит, снимает с себя эту катушку, не катушку, а шарики. Ну и примерно 10% людей говорят, что у них либо неприятное напряжение в лицевых мышцах, либо, например, головная боль. Опять же, вы не знаете, правда у него головная боль, или он так решил, потому что с ним делают что-то страшное, потому что люди, которым делают плацебо-стимуляцию, которым вообще не включают катушку, они примерно с той же самой частотой говорят, что у них головная боль. Ну вот, тем не менее. Поэтому на сцену выходит метод гораздо более простой, гораздо более дешевый, но и гораздо менее технологичный, который называется транскраниальная электрическая стимуляция. Он, в общем и целом, прост как апельсин. У вас есть два электрода, у вас есть слабый ток, который вы между ними пропускаете, который идет по голове испытуемого. Один электрод у вас анод, другой электрод у вас катод, ток у вас очень-очень слабый. И он очень слабый, очень плохо сфокусированный, и он никаких потенциалов действия не вызывает. С помощью этой штуки вы не можете заставить испытуемого шевелить рукой, воздействие гораздо-гораздо более слабое. Воздействие просто приводит к тому, что у вас кора стала чуть-чуть более возбудимой или чуть-чуть менее возбудимой. На уровне электрофизиологии это выглядит так. Вот мы уже говорили, что у вас есть нейроны, в нейроне есть деполяризация на мембране, в нейроне есть отрицательный заряд внутри, и положительный заряд снаружи. И нейрон способен начать генерировать потенциал действия, начать распространять по себе импульс, только в том случае, если ему пришло достаточно много, достаточно сильных сигналов о том, что пора бы начинать работать. В нормальной ситуации у вас нейрон соединен примерно с 10 тысячами других нейронов. И если вам пришел от этого одного какого-то из 10 тысяч других нейронов сигнал, то вы ничего делать не будете. Потому что, мало ли, может быть, он вообще не к вам обращался, а к какому-то еще из тех 10 тысяч, к которому он в свою очередь соединен. Мало ли, это какой-то просто побочный эффект, какой-то глюк, какая-то мелкая проблема. Каждый импульс, который приходит на нейрон, приводит к слабой-слабой локальной деполяризации, к тому, что у вас там может быть 1-2 натриевых канала открылись, но этого оказалось недостаточно, чтобы что-то изменить, и никакой потенциал действия не породился, никакой ток по нейрону распространяться не начал. Что делает транскрениальная электрическая стимуляция? Она просто за счет тех же самых принципов, которые были описаны в школьном учебнике про электролиз, немножко способствует тому, что какие-то начинают больше смещаться куда-то, и в том числе немножко дефундировать через стенки нейронов. И все это приводит к тому, что она вам чуть-чуть сдвигает порог возбуждения. Она приводит к тому, что если раньше, например, ваш нейрон возбуждался только тогда, когда он получил от 4 тысяч других нейронов сигналы, то теперь ему достаточно получить от 3,5 тысяч сигналов для того, чтобы возбудиться. Вот у вас есть деполяризация, у вас потенциал покоя минус 70 милливольт. В том случае, если он дойдет до минус 55 милливольт, то это будет порог, и после этого порога начнется какая-то цепная реакция, начнут вовлекаться все новые и новые натриевые каналы. А в том случае, если вы применили транскрениальную электрическую стимуляцию, вы можете этот порог куда-то сдвинуть вверх или куда-то сдвинуть вниз. Вам может быть достаточно, например, всего на 10 милливольт изменить возбуждение, для того, чтобы уже нейрон начал работать. Или наоборот, вам нужно на целых 20 милливольт изменить напряжение, для того, чтобы порог начал быть преодолен и нейрон начал работать. То есть у вас есть вот эта способность сделать кору немножко более возбудимой или немножко менее возбудимой. Очень чуть-чуть. Очень слабо. Эффекты поэтому противоречивые и ненадежные. И самое главное, что эффекты совершенно не сфокусированные. Вот тут два ключевых способа применения транскрениальной электрической стимуляции. На самом деле есть еще транскрениальная стимуляция случайным шумом, когда у вас вообще никакая неопределенная частота, никакое неопределенное направление, никакое неопределенное ничего. Но самые клинические значимые — это две. Это стимуляция переменным током и стимуляция постоянным током. В случае стимуляции постоянным током, в случае, когда у вас по вашему прибору для транскрениальной электрической стимуляции ток идет всегда в одну и ту же сторону, здесь, как считается, в большинстве случаев у вас происходит активация коры под тем местом, куда вы приложили анод, и происходит подавление активности коры под тем местом, к которому вы приложили катод. При этом вы можете, в зависимости от того, что вам нужно, вообще не прикладывать их оба к голове. Вы можете один из них приложить к голове в интересующем вас участке, а второй из них приложить к плечу, например, или еще где-нибудь, где ничего не происходило бы. Что касается стимуляции переменным током, то здесь важно то, что вы можете задать любую частоту. Вот если вы представляете себе электроэнцефалограмму, ваша электроэнцефалограмма показывает, какая суммарная частота после суммации активности всех нейронов в вашей корее или в том или ином ее участке. Для мозга характерно в общем и целом в среднем пульсировать на какой-то определенной частоте, подавать импульсы, и по этой частоте с помощью электроэнцефалограммы можно довольно много сказать о вашем текущем состоянии. Частота суммарной пульсации нейронов, активации посылания импульсов, разная в том случае, когда вы спите, когда вы спокойно бодрствуете, когда вы сосредоточены на какой-то задаче, и когда вы с помощью транскраниальной электрической стимуляции добавляете еще какую-то такую частоту пульсации, то она способствует тому, чтобы ваш мозг с большей вероятностью вовлекался в работу именно на такой частоте. И благодаря этому вы можете потом извлекать из электроэнцефалограмм больше полезной информации, потому что вы могли поставить какие-то эксперименты, которые говорят вам о том, какие частоты с какими активностями мозга связаны, причинно-средственной связью. И благодаря тому, что эти вещи довольно плохо сфокусированы, лучше всего работать с какими-то процессами, которые охватывают весь мозг целиком. Большинство первых исследований по транскраниальной электрической стимуляции были связаны со сном и с тем, каким образом можно воздействовать на сон. Известно, что медленный сон потому и называется медленным сном, что на электроэнцефалограмме вы видите медленные-медленные волны. Также известно, что когда вы пожилой человек, то у вас в электроэнцефалограмме во время сна понижается вот эта доля медленных-медленных волн. И существует гипотеза, что с этим связаны возрастные проблемы с памятью. Потому что вообще никто не сомневается, что главная функция сна с точки зрения нейробиологии — это именно память, это именно консолидация воспоминаний. И, вероятно, этот процесс в нем играет некоторую роль, вот эта медленно-волновая активность, которую мы наблюдаем во время глубокого медленного сна. И возникает вопрос, что если мы возьмем спящих людей и поместим на них электроды для транскраниальной стимуляции переменным током, которые искусственно усилят долю вот этих медленных волн, которые искусственно замедлят пульсацию мозга, которые вовлекут его в то, чтобы пульсировать медленнее, подстраиваясь под эту стимуляцию. Не приведет ли это к тому, что люди будут лучше запоминать что-нибудь во время сна? Это проверяла Лиза Маршалл, которая делала вообще одни из первых экспериментов по транскраниальной электрической стимуляции 12 лет тому назад. К ней приходили в лабораторию испытуемые, она давала им запоминать какие-нибудь пары слов, ассоциативно связанных, там рептилия, ящерица, бутылка, этикетка, часы, механизм. Она их тестировала, смотрела, сколько слов они запомнили, после чего испытуемые у нее ложились спать. Все испытуемые ложились спать с электродами на голове. Некоторым из них эти электроды включали, некоторым из них эти электроды не включали. Они точно спали в это время, это видно было по электроэнцефалограмме, но даже если бы они не спали, они бы все равно не поняли, кому из них включили, кому нет. Это одно из больших преимуществ электрической стимуляции по сравнению с магнитной. Вам гораздо проще делать плацебо, потому что испытуемые все равно не понимают, что происходит. Все равно ток очень слабый, там ничего невозможно почувствовать. Она включала стимуляцию вот эти медленные волны в тот момент, когда человек спал. После этого он у нее спал всю оставшуюся ночь. После этого на утро его тестировали еще раз. Выяснилось, что те люди, которые спали с выключенными электродами, они тоже вспомнили на два слова больше, чем вечером, потому что сон в принципе нужен для консолидации памяти. Сон в принципе способствует запоминанию. Все разумные люди учатся перед сном. Только неразумные люди учатся утром. И когда мы придем к власти, мы нейробиологи, то никто никогда не будет ходить к первому уроку или к первой паре. В моей магистратуре по нейробиологии это запрещено. Первых пар у нас не бывает никогда. Во-вторых обычно тоже. Потому что нейробиологи понимают, что бессмысленно учить тех, кто не высыпается. Все равно ничего не запомнят. Ну так вот, те, кто просто выспался, все равно вспоминали на две пары слов больше, чем накануне. Но те, кто выспался, еще и получил вот эти медленные волны, вспоминали на четыре пары слов больше, чем накануне в среднем. Из чего сделали вывод, что такая штука работает. Что медленная стимуляция на частоте 0,75 Гц позволяет сделать так, чтобы вы лучше запоминали то, что вы пытались выучить перед сном. Лиза Маршалл, к сожалению, все еще не продает шлемы для студентов, но она разрабатывает такие установки для пожилых людей. Пожилые люди приходят к ней в лабораторию, спят в шлемах. Возможно, это выйдет в скором времени в клиническую практику. Люди будут компенсировать свои проблемы с памятью тем, что будут более эффективно спать с более медленными волнами. Кроме того, во время сна вообще можно сделать много всего интересного. Осознанные сны существуют. Наука признает осознанные сны. Наука их последние 30 лет пытается изучать. Находит таких людей, которые умеют видеть осознанные сны. Существуют техники для того, чтобы научить людей видеть осознанные сны. Люди спят в лаборатории и с ними договариваются, что в тот момент, когда вы увидите осознанный сон, вы, пожалуйста, нам, ученым, подаете сигнал. Осознанные сны происходят во время стадии быстрых движений глаз. Во время нее вообще все мышцы скелетные заблокированы, но мышцы глаз активны. Человек может с ним договориться, чтобы он, например, поворачивал глазами каким-то определенным образом, в каком-то определенном ритме, для того, чтобы сообщить ученым, что он спит и видит сон. И изучают при этом с помощью электроэнцефалограмм, с помощью томограммы, что происходит с человеком. И видят, что довольно высокая частота электромагнитных волн в промежутке от 20 до 100 герц, которая вообще-то слишком большая частота для сна, она скорее характерна для бодрствования. То есть, в принципе, вообще по многим нейрофизиологическим параметрам осознанные сны выглядят как что-то такое промежуточное между быстрым сном и бодрствованием. И возникает логичный вопрос. Что, если такие волны человеку специально навести? Ему на мозг, когда он спит, стимулировать их появление? Не приведет ли это к тому, что человек увидит досознанный сон? И вот здесь пробовали разные частоты. Плацебо низкочастотные, повыше, повыше. Вот 25 герц, вот 40 герц. 70 и 100 человеку, когда он спал, подавали такие волны некоторое время, по-моему, 30 секунд. Не помню точно, можно посмотреть по ссылке. После этого сразу его будили. Его будили и спрашивали его, что ему снилось. Вообще оцените самоотверженность испытуемых. Они соглашаются, чтобы их будили, когда они спят. И тем более, когда у них так интересно и осознанный сон. А это все были люди, которые до этого не имели опыта осознанных снов, не имели возможности в них погрузиться. Их будили и просили заполнить опросник по трем шкалам. Первая шкала — это инсайт. Инсайт означает осознание, то есть понимаете ли вы, что вы находитесь во сне. Вторая шкала — диссоциация, то есть способны ли вы наблюдать со стороны за тем, что происходит, и за собой самим. И третья шкала — это контроль. То есть можете ли вы что-то в своем сне усилием воли изменить. Вот я, например, хочу, чтобы на этой лампе выросли осьминожки-щупальца розовые. Нифига. У меня хорошая новость, вы существуете, вы мне не снитесь. И кроме того, что люди заполняли этот опросник, они еще просто описывали свои ощущения. В статье есть вот эти примеры ощущений. Человек говорит, слушайте, я правда видел осознанный сон. Я думал, что это байки, что это невозможно. Я видел лимон, я захотел, чтобы лимон стал голубым, и он правда стал голубым. Офигенно, немедленно включите мне эту штуку еще раз обратно, и я пошел спать. И вот в частности они заполняли опросники, и действительно оказалось, что на 25 и на 40 Гц у них сильно повышается оценка того, что они получили по шкале осознания, по шкале диссоциации, по шкале контроля. То есть можно с помощью транскраниальной электрической стимуляции переменным током заставить человека видеть осознанные сны. Можно еще всякие интересные вещи с человеком делать. Например, с помощью стимуляции постоянным током, который постоянно активирует или постоянно подавляет, в зависимости от того, налепили либо катод, либо анод, какой-нибудь часток мозга. Можно с этой помощью повышать многозадачность. Вот такие эксперименты были недавно проведены на американских военных летчиках и на американских военных диспетчерах, то есть людях, которым правда важна многозадачность, которым она может пригодиться. Это опять была наша добрая знакомая дорсо-латеральная префронтальная кора. Это, наверное, одно из самых высокочастотных слов в моем лексиконе. Например, недавно в баре я сообщила своему бывшему мужу, что дорсо-латеральная префронтальная кора напивается первой. Он был в большом восторге, запостил в Твиттер и теперь все время цитирует. Это важная была для него информация. Но она, кроме того, что напивается первой, она еще много чего важного делает и в частности позволяет концентрироваться на задаче. Вот здесь у вас была вот такая вот штука, на которую смотрели ваши испытуемые. Эта штука была независимо от этого разработана НАСА для того, чтобы в принципе оценивать способности людей к многозадачности. Здесь у вас с одной стороны есть мишень. В мишени есть внутри что-то там, что вы должны удерживать, какая-то точка. Эта точка все время колеблется, мишень все время колеблется, они все время пытаются друг от друга увести. Вам нужно с помощью кнопок настраивать прицел так, чтобы то, во что вы целитесь, оставалось там в середине прицела. У вас есть мониторинг системы, разные шкалы, которые идут вверх и вниз, по которым вы должны следить, чтобы они все время находились примерно на середине. У вас есть, дополнительно поступают звуковые сигналы про то, что переключитесь на вот такую радиочастоту, переключитесь на вот такую радиочастоту. У вас есть вот такие штуки с жидкостями, жидкости тоже должны все оставаться на определенном уровне. И в этой штуке вы можете контролировать скорость подачи информации, вы можете контролировать количество параметров, которые изменяются в битах, они их измеряют, то есть сколько кусочков информации в секунду у вас изменяется, вы можете это настраивать. И у вас сидят испытуемые, вы повышаете, повышаете, повышаете скорость изменения информации и смотрите, в какой момент они еще справляются хорошо, в какой момент они начинают делать ошибки, в какой момент они со всеми перестают справляться. И получается, что нормальные люди способны контролировать всю ситуацию без ошибок, когда у них примерно одно изменение информации в секунду происходит. Они при этом сидят с электродом на дорзолатеральной префронтальной коре. А вот если они получают активирующую стимуляцию анодную, то скорость увеличивается на треть, на 30%. Они способны 1,3 бита удерживать стабильно, постоянно, длительно, что в общем и целом может быть довольно важно в ситуации, когда вы смотрите на большое количество настоящих самолетов, и вам нужно каждый из этих самолетов посмотреть. Но, казалось бы, все это замечательно. Почему, спросите, вы, транскраниальная электрическая стимуляция до сих пор не пришла в каждый дом? Почему вы пришли сюда без электродов на голове? Что вы вообще можете понять из лекции без электродов на голове? Казалось бы, на самом деле без электродов вы можете понять, по всей видимости, не меньше. Потому что проблема что с магнитной транскраниальной стимуляцией, что с электрической транскраниальной стимуляцией, в том, что люди, блин, разные. И черепа у них, блин, разные. И на каком-то микроуровне их архитектура головного мозга отличается друг от друга, потому что была сформирована под влиянием индивидуального опыта. И границы тех или иных участков функциональных могут довольно сильно смещаться у одного человека относительно другого. И много-много людей разных проблем. И проницаемость черепа, и то, каким образом конкретные нейроны ваши реагируют, как у вас там распределена глия с нейронами, как что у вас устроено, все это приводит к тому, что эффекты транскраниальной стимуляции довольно ненадежные. Что когда публикуют статью о том, что способность к обработке информации выросла, было 1 бит в секунду, стало 1,3 бита в секунду, то это средний результат, полученный на большом количестве испытуемых. На практике это означает, что у кого-то способность к обработке информации выросла вообще сильно, у кого-то она не изменилась, а у кого-то она, наоборот, вообще уменьшилась. Но они не изменили общую картину. Вот, например, это само по себе было красивое исследование про память. Там смотрели, в какой момент нужно подать один импульс после того, как вам предъявили слово, для того, чтобы улучшилось или ухудшилось запоминание этого слова. Там подавали импульсы на доросолатеральную и префронтальную кору, на вентромадиальную и префронтальную кору, в общем, опять же, на области, связанные с концентрацией. И получали, что в основном, когда вы подаете импульс, когда надо, у вас улучшается запоминание. Но вот каждый столбик — это отдельный испытуемый. Вот видите, написано «Subject 1», «Subject 2», «Subject 3» — «12». У некоторых увеличивалось очень хорошо, у некоторых увеличивалось чуть-чуть, у некоторых тоже вообще чуть-чуть. А у некоторых при подаче такого же импульса на то же самое место запоминание ухудшалось по сравнению с контрольной ситуацией. У некоторых ухудшалось слабо, у некоторых ухудшалось сильно. В сумме получилось, что немножко усиливается, но у кого-то нет. Такие же проблемы происходят не только при анализе разных испытуемых, но и при анализе разных работ. Вот это транскраниальная электрическая стимуляция и ее влияние на рабочую память. Здесь возникает вот что. Вот вы сделали какое-то исследование, и вы увидели, что электрическая транскраниальная стимуляция здорово увеличивает рабочую память. Вы его опубликовали. Его начали все цитировать, его начали все пересказывать на лекциях, потому что это круто. В то же самое время какие-то другие люди в какой-то другой лаборатории сделали исследование про то, что вроде бы чуть-чуть увеличивается рабочая память, но буквально на грани достоверности, буквально на нуле. Третьи ученые сделали исследование, из которого получилось, что у них ослабляется наоборот рабочая память, что люди в плацебо-круппе справлялись с заданиями лучше, чем те, кто получал настоящую стимуляцию. Четвертые ученые и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. В конце концов пришли добрые люди, сделали метаанализ, обобщили результаты всех исследований, получили, что эффект вроде бы положительный, вроде бы такая стимуляция улучшает рабочую память, но она улучшает ее чуть-чуть, еле-еле отличима от нуля. Это постоянная проблема не только в научной журналистике, даже в каком-то смысле в том, как сами ученые цитируют друг к другу, даже в том, как публикуются научные работы. Все очень любят работы, в которых что-то получилось. Все очень любят работы, в которых что-то открыли. Если вам удалось в своей работе что-то открыть, то вы можете надеяться, что вы публикуетесь в хорошем журнале, что вас будут цитировать другие авторы, что у вас будет расти индекс Хирша, такой показатель того, насколько хорошо вас цитируют, что вы будете успешны и будете процветающи. Если вы провели эксперименты и получили результаты отрицательные или невыраженные, то вы, как честный человек, все равно хотите их опубликовать, но журнал с хорошим опакт-фактором, популярный, модный, хайповый, говорит, знаете, что-то нам это не очень интересно, потому что мы заинтересованы в увеличении нашей цитируемости, а кто же вас будет цитировать. Вы отправляете свою работу в журнал поменьше. После этого те, кто копает литературу, думают, у нас есть статья про то, что эта штука работает, она опубликована в престижном журнале с высоким импакт-фактором. У нас есть статья про то, что эта штука не работает. Она опубликована в плохом журнале с низким импакт-фактором. Журналы с низким импакт-фактором, они менее надежные, меньше все в них хотят опубликоваться. Значит, наверное, это было более плохое исследование о том, что это не работает, и более хорошее исследование о том, что это работает. К тому же оно интересное, процитирую я его. Кроме того, у вас есть научные журналисты. Научные журналисты каждый раз, когда появляется исследование, в котором что-то работает, пишут про него миллион новостей, берут его во все книжки, берут его во все лекции, потому что когда что-то работает, это круто. Одновременно они видели какое-то исследование про то, что что-то не работает, но поняли, что кликать на это никто не будет. Ученые доказали, что транскраниальная электрическая стимуляция не увеличивает рабочую память. Ну офигеть, теперь спасибо. Поэтому такое исследование никогда ни в какие новости не попадает. В итоге на самом деле по метаанализам их одинаковое количество, те, где работают, те, где не работают. Но в массовом сознании, даже в массовом сознании ученых, транскраниальная стимуляция работает замечательно. Это крутейшая современная технология. Это основная причина, по которой научное сообщество скептически относится к перспективам массового внедрения транскраниальной стимуляции. Но здесь нужно понимать, что люди, нормальные обычные люди, которые даже сами, может быть, не занимаются наукой, они читают те же самые новости, что и все мы, и они тоже видят новостях, что транскраниальная электрическая стимуляция работает замечательно. И кроме того, прибор для транскраниальной электрической стимуляции, вообще-то говоря, можно заказать в интернете за 40 долларов, а можно собрать на коленке. Если у вас руки и сплечь растут, вам нужна батарейка, две железных пластиночки, два проводочка. И в общем и целом в интернете есть большое количество людей, которые собирают себе приборы для самостоятельной транскраниальной электрической стимуляции. Если вы собрали их плохо, вы можете обжечься, будьте осторожны. Исследователи, которые наблюдают за этим, настоятельно не рекомендуют так делать, потому что, во-первых, эффекты ненадежные и плохо воспроизводимые. Во-вторых, на эти эффекты, по-видимому, влияет миллион всего. По-видимому, люди, которые принимают одни лекарства, на них действует стимуляция не так, как на других. По-видимому, на нее влияет возраст, по-видимому, на нее влияет пол. На нее, по-видимому, влияет много вещей. Все эти вещи влияют по-разному, для каждой разные задачи. В нормальных, контролируемых экспериментах стандартная цифра, что 30% людей отреагировали вообще не так, как должны были в соответствии с вашей гипотезой. Никто не знает, попадете в 70% или попадете в 30%. Довольно слабо изучена вот эта постоянная стимуляция. Многие люди, например, во время медитации всегда каждое утро включают в себя какую-нибудь транскрениальную стимуляцию чего-нибудь, но делают это лично у себя дома. Таких экспериментов довольно мало, чтобы они были изучены учеными, изучены, опубликованы в настоящих научных статьях. Довольно мало известно о том, что происходит, если вы будете стимулировать себя каждый день, не превратитесь ли вы в козленочка. Потому что если ученые не уверены, не превратится ли человек в козленочка, то они не могут обосновать перед своим этическим комитетом, нужно ли звать людей на такие эксперименты, нужно ли превращать их в козленочков. И кроме того, сложно уговорить людей ходить в лабораторию каждый день, если только вы не их научный руководитель. Если вы их научный руководитель, можно заставить многое, но здесь поступают дополнительные этические сложности, потому что он станет козленочком, а вам потом его диплом переписывать. Потому что вроде бы вы и виноваты. Поэтому транскраниальная стимуляция – это круто. Транскраниальная магнитная стимуляция прямо настоящая. Она позволяет много чего добиться с хорошей воспроизводимостью, с хорошей достоверностью, но она невероятно трудоемкая, невероятно дорогая и не подходит для массового практического применения. Транскраниальная электрическая стимуляция вроде бы позволяет получать иногда какие-то интересные эффекты, но эти интересные эффекты довольно зыбки. И кроме того, мы не готовы поклясться на происхождении видов, в том, что это всегда хорошо для вашего здоровья. Поэтому пока что нам с вами приходится ходить на научно-популярные лекции без электродов на голове. И с высокой долей вероятности довольно долго это еще будет продолжаться так. Спасибо. Здравствуйте. Спасибо огромное за лекцию. Очень было интересно. У меня вопрос такой. Вот про магнитную стимуляцию. Ведутся ли какие-то наблюдения за людьми, которые эту стимуляцию получили, и как вообще с их психикой дела происходят после этого. То есть, допустим, человек прошел курсы в течение месяца, может, или больше, и после этого он приходит и рассказывает, как его жизнь поменялась, как вообще он себя чувствует после этого. Потому что мне кажется, что у него могут возникнуть определенные проблемы с самоидентификацией, потому что он будет думать, что те достижения, которые он получил, они к нему приходят за счет вот этого прибора, и это может очень негативно сказаться на его психике. Спасибо большое. Ну вот в случае именно академических исследований обычно человек приходит на сеанс транскраниальной стимуляции один раз, и обычно эффект этого сеанса продолжается столько же минут, сколько его стимулировали. То есть пять минут вы его стимулировали, пять минут он был более способен, и по всей видимости от вот такого разового воздействия ничего долговременного не происходит. Людям рассказывают о том, что ничего долговременного не происходит. Это проверяли, это исследовали. Скорее всего, ничего не. Другой вопрос, что сейчас разрабатываются еще и лечебные методики, в которых используется транскраниальная магнитная стимуляция, там, где действительно есть длительные курсы. В частности, вроде бы FDA уже одобрила, то есть уже признала официальным безопасным и допустимым применение транскраниальной стимуляции в лечении депрессии. Там стимулируют ту самую торзолатеральную префранцальную кору, которая отвечает нам за всем. Ну а еще потому, что далеко не до всего можно добить, далеко не до всего удобно добить транскраниальной магнитной стимуляции. Некоторые зоны слишком глубоко расположены, чтобы до них добить. А дорзолатеральная префранцальная кора расположена очень удобненько, поэтому ее все любят. И вот похоже, что такие серии из длительных воздействий в общем и целом более или менее приводят к тому, что ослабевают симптомы депрессии, что хорошо и здорово, но что можно рассматривать как долговременное изменение. Но с другой стороны, это как долговременное изменение от антидепрессантов. То есть, по сути, то и другое просто способствует тому, чтобы мозг сам пришел в некоторое нормальное состояние, свойственное ему, чтобы он вышел из того биохимического кризиса, в который он нечаянно пришел. То есть, человек может и должен оценивать свои достижения как результаты себя самого, потому что мы остаемся нами, даже в том случае, если мы стали лучше благодаря стимуляции. Хорошо, спасибо большое. Здравствуйте, спасибо вам большое за лекцию. Скажите, пожалуйста, вы сказали, что на действие этой стимуляции действует пол человека, а есть какое-то типа, что у какого-то пола больше воздействие этой стимуляции идет или как? Как это работает вообще? Здесь опять же проблема в том, что еще и в разных экспериментах по-разному. Что есть предположение, что как-то вроде бы действует. Где-то в каких-то экспериментах казалось, что вроде бы лучше на мужчин, в каких-то экспериментах, что вроде бы лучше на женщин. Здесь надо поискать, погуглить какие-то прицельные метаанализы именно об этом, в которых сравниваются разные исследования. Я их прицельно не гуглила, но вот в этой статье, где оцениваются плюсы и минусы, я думаю, что там, скорее всего, есть ссылка в скобочках на то, из какой именно статьи они взяли то, что пол действует по-разному. То есть можно ее нагуглить и в ней посмотреть, на что она ссылается. Но из общих соображений у женщин, среди всего прочего, еще и просто немножко тоньше могут быть кости черепа. И поэтому, скажем, стимуляция с той же самой силой может на них подействовать чуть более интенсивно, чем на мужчин. У меня вопрос по исследованию там, где кружочек и цветное голубое пятнышко. Как я поняла из исследования, там предлагалось определить положительный или отрицательный суммарный эффект для человека, там просуммировав эффект от цвета и эффект от фигуры. То есть как бы исходя из того, что вы предложили, как бы то, что использовалось, это сводится просто к задаче на вычисление. Ну, тупо, грубо говоря, если сумма больше нуля, значит да, если сумма меньше нуля, значит нет. Именно такое ли использовалось при исследовании, не будет ли сигналом, допустим, что эта зона мозга используется, наверное, для примера сложения на вычитание, и были бы какие-то другие результаты, если бы там использовали, например, если у вас голубое пятнышко вас погладит, но при этом если кружочек, вам там уронят топор на ногу, и вы суммарный эффект для себя вычисляете, но как бы это уже не арифметика. Вы знаете, это хороший вопрос, и здесь на самом деле нужно поставить сразу много разных экспериментов, для того, чтобы эту гипотезу достоверно опровергнуть, но в общем и целом это один из примеров исследований про то, какие функции есть у амигдала и у прилежащего ядра. Один из многих экспериментов с разными дизайнами, которые все указывают на то, что один про положительное, другой про отрицательное, но это, естественно, действительно близко именно к вычитанию, то есть это, в принципе, история про то, как мозг принимает решения. Мозг принимает решения таким образом, что у него разные отделы мозга хотят разного, а есть некоторые высшие зоны, которые способны сопоставлять, и это правда очень похоже на задачи по сложению и вычитанию. И в том случае, если бы вы использовали эмоциональную стимулу, как вы предложили, если бы одно означало топор на руку, а второе означало бы, что погладит, то это вызывало бы такие же точно ответы в амигдале и в прилежащем ядре, но это не совсем про математику. Я имею в виду, есть два значения. Это не совсем про математику в смысле математики, в смысле, как если бы нам давали решать квадратное уравнение, потому что такие эксперименты тоже были, и в них в основном и теменная кора работает. Амигдала и прилежащие ядро, про них известно из многих экспериментов, что они связаны именно с эмоциональными ожиданиями, в данном случае с тем, что вам на самом деле дадут эти деньги или у вас на самом деле отберут эти деньги, а деньги — это для большинства людей серьезный, значимый эмоциональный стимул, когда они настоящие. Скорее всего, и прилежащие ядро, и амигдалы работали бы намного хуже в том же самом эксперименте, в том случае, если бы это были виртуальные деньги, которые никак не повлияют на ваше личное материальное положение. Но во втором значении математика, что лобная кора действительно занимается в некотором роде математическими вычислениями на своем собственном уровне, она действительно сравнивает, кто из них лучше работает, кто из них хуже работает, кто из них кромче голосит, кто из них слабее голосит. И это довольно универсальная история, которая работает в мозге во многих местах. На самом деле мы даже видим точно так же. Мы способны различать цвета, несмотря на то, что чувствительность зелёных колбочек и чувствительность красных колбочек довольно сильно перекрываются. Свет с какой-нибудь длиной волны в 650 нм возбуждает одновременно и красные колбочки, и зелёные колбочки. Но у нас нет проблемы с тем, чтобы отличать красный цвет от зелёного, именно благодаря тому, что дальше выше в таламусе есть клетки, которые умеют сопоставлять интенсивность сигналов, пришедших от красных колбочек, пришедших от зелёных колбочек, вычитать одно из другого. И вот здесь такая же история, и, по-видимому, много где ещё. По-видимому, всегда сопоставляем, чего мы хотим, чего нет, и принимаем решение. Управляю микрофоном не я, управляет Александр Копак. Вы можете как-то привлечь его внимание. Вы можете в следующий раз при лекции заранее дать ему взятку. Спасибо за лекцию. Вот мне интересны два вопроса. То есть первое, вот там были исследования на спящих людях, и вот просто исследования, и получается у нас действует этот эффект, пока мы действуем на мозг. То есть было сказано, что длительного каких-то побочных эффектов не было выявлено. А вот когда мы убираем этот раздражитель, вообще нет никакого продолжительности. То есть оно сразу пропадает. Вот мы 15 минут стимулировали, у нас был эффект 15 минут, убрали, всё. Нет. Смотрите, бывает онлайн-парадигма, бывает оффлайн-парадигма. Онлайн-парадигма означает, что вы стимулируете и одновременно даёте человеку какое-то задание. И он это задание выполняет лучше или хуже, в зависимости от того, как вы его стимулируете, где и зачем. Кроме этого, бывает оффлайн-парадигма. И оффлайн-парадигма как раз смысл её в том, что вы сначала постимулировали, потом убрали стимуляцию, и только после этого вы дали человеку задание. И вот исследования показывают, что эффекты какие-то сохраняются примерно столько же времени, сколько вы до этого держали катушку. То есть если вы 5 минут стимулировали, то после этого в течение ещё 5 минут вы можете дать человеку какое-то задание, и его реакция будет отличаться в среднем от реакции, которые показывал человек, не получивший стимуляции. То есть, по-видимому, стимуляция меняет проводимость синапсов на некоторое время после того, как она уже перестала действовать, но, по-видимому, это время недолгое. И ещё один вопрос. Ответ мне очень понравился. И получается, вы сказали, что пробовали лечить депрессию, то есть пробовали вызывать разные эмоции. Ну, не знаю, грусть, радость, эйфорию. Здесь очень большая проблема. Главная проблема транскраниальной магнитной стимуляции в том, что вот это поле, оно проникает неглубоко. Да, это базовые законы того, как распространяется электромагнитное поле. Чем дальше оно распространяется, тем слабее оно становится. Надёжно катушки позволяют пробивать, в лучшем случае, на 4 сантиметра. Причём это мегамощные катушки, мегафокусированные. И если вы дальше будете увеличивать интенсивность катушки, интенсивность поля, то у человека будут уже неприятные болезненные ощущения просто от кожи, от нервов, которые под кожей проходят. То есть мы можем добивать, на самом деле, только до самого верхнего слоя коры, а эмоции в основном завязаны на то, что находится внутри. У нас ровно такая же проблема. Моя дипломная работа в Вышшей школе экономики связана с изучением людей, которые боятся паучков. И если бы мы могли стимулировать им амигдалу, то есть центр страха, это было бы великолепно. К сожалению, мы не можем добить до амигдала, потому что она слишком глубоко. Там есть даже разные смешные разработки, типа катушек для транскринальной стимуляции, которые засовываются в рот, в нос, в уши, для того, чтобы как-то попытаться подобраться к глубоко расположенным отделам мозга. Но всё это довольно печальная история. Катушка в ухе слишком маленькая, чтобы это куда-то добить. И, соответственно, мы не можем стимулировать амигдалу вообще никак. Единственный способ стимулировать амигдалу — это вживить человеку электроды в мозг. Наша этическая комиссия не разрешает нам даже давать паука человеку в руки. Нам не разрешает наша этическая комиссия не то, чтобы вживлять электроды в амигдалу. Поэтому единственное, что мы можем в перспективе делать, мы ещё не начали, мы пока что на поведенческой стадии. Скорее всего, я так на ней и закончу. А мой коллега Влад Муравьёв продолжит. Всё, что мы можем делать, это можем стимулировать вентромедиальную префронтальную кору, потому что мы знаем из литературы, что она тесно связана с амигдалой, и что есть надежда, что каким-то образом её стимуляциям может быть удастся подобрать такие параметры, чтобы амигдал работал лучше или хуже, что мы, в свою очередь, увидим не напрямую, а потому как люди перестают бояться паучков. Не добить до эмоций. Поэтому напрямую эмоции не вызвать. Очень косвенно. То есть в той степени, в которой они связаны как-то с корой. Но здесь будет ещё огромная индивидуальность, потому что кора — это в значительной степени то, что связано с нашей личностью, с тем, что мы думаем. То есть вы можете активировать слуховую кору, человеку покажется, что он что-то слышит, он может от этого обрадоваться, а может от этого огорчиться, в зависимости от того, понравится ему это или нет. Ну и я ещё немножко времени постараюсь не отнимать у других времени на вопросы. Вот там было, получается, плюсы-минусы до этого добивают. То есть можно сделать, если человек оптимиста, вот так вот на плюс надавить, и он такой, оп, я… Ну в каком-то смысле, наверное, да. Наверное, дорсо-латеральная, префронтальная кора что-то может с этим сделать. То есть взять у него тысячу долларов, и он будет надавить, и он счастлив такой, ха-ха, пошёл. А потом, минут через 15 вы уже уехали вон там. Ну да, минут через 15 – хорошая тема. Смотрите, на самом деле, вот это как раз близко к тому, что мы говорили про депрессию. Скорее, разного рода методы лечения и разного рода методы воздействия на мозг могут помочь ему возвращаться к норме. То есть если у людей, например, есть негативные эмоции, связанные с тем, что у них плохо работает логическое мышление, и они склонны завышать силу своих проблем, то можно усилить им логическое мышление. Ну там вот я, например, человек очень тревожный. Я уверена, что моя работа совершенно бесполезна, никому не нужна, и вообще я лузер. Если мне хорошо постимулировать дорсо-латеральную, префронтальную кору, то я начну быть восприимчива к логическим аргументам. Ну смотри, сколько людей приходит. Наверное, они добровольно это делают. Вы добровольно это делаете? И, соответственно, если дорсо-латеральную, префронтальную кору хорошо включить, то, может быть, я поверю в то, что моя жизнь имеет какой-то смысл. Надо попробовать проникнуть в лабораторию, да. Большое спасибо за столь познавательную и полезную лекцию. Мне интересно было бы узнать, при проведении исследований с тем или иным видом транскраниального воздействия, стимуляции, а есть ли какие-то жесткие ограничения или, так сказать, противопоказания для испытуемых? То есть в каких случаях тебе вообще не стоит надеяться на помощь электродов или катушек? Да, конечно. На самом деле люди перестраховываются многократно. Вы должны быть здоровы почти как космонавт, для того чтобы вас вообще допустили к исследованиям. То есть не берут никаких людей, у которых была хоть какая-нибудь история о неврологических нарушениях. Если вы признаете, что у вас было стрясение мозга в песочнице в детстве, то на всякий случай вас не пустят. Здравствуйте, Ася. Спасибо большое за доклад. Очень интересно было. Не слушайте саму себя. Вы очень полезное дело делаете. Вопрос такой. Вы говорили, что есть, значит, можно влиять на мозг какое-то время, потом есть какой-то эффект примерно такого же времени. А есть ли какой-то такой долговременный эффект, негативный либо позитивный? То есть что-то сделали, бух сломалось, и все, и ой. Или наоборот, что-то починили, вправили мозги и навсегда осталось. Ну, мы практически уверены, что от разового эксперимента, от разового воздействия долгосрочных эффектов нет. Это исследовали, искали, специально ничего не нашли. По-видимому, долгосрочные эффекты могут быть от серии ежедневных воздействий, и это применяется в лечении депрессии, например. В лечении депрессии вы получаете ряд сеансов. Но это скорее возвращение к норме, чем какое-то изменение того, что было. Спасибо. Спасибо большое за лекцию. Вопрос такой. Если разные области мозга отвечают за разные способности человека или разные его моральные качества, можно ли развивать ту или иную область при помощи каких-то упражнений? Так как спортсмены развивают мышцы. Если у спортсменов есть допинги, возможно ли какое-то применение допингов для мозга здесь? На самом деле мы с вами все делаем это каждый день. Это то, чем мы, в принципе, занимаемся. Любое обучение — это и есть накачивание мозга, так же, как накачивают мышцы. Любой опыт и любое обучение правда анатомически меняет мозг, что довольно крышесносная на самом деле история. Про это дали Нобелевскую премию в 2000 году Эрику Канделю. И у него про это есть научно-популярная книжка, которая называется «В поисках памяти». Он на простейшей системе из четырех нейронов улитки описал то, что впоследствии подтвердилось на всех других живых существах, что правда каждый раз, когда мы чему-то обучаемся, мы гоняем импульсы между нейронами в нейронном ансамбле, вовлеченном в выполнение этой задачи. И каждый раз, когда мы постоянно используем этот нейронный ансамбль, постоянно пропускаем по нему импульсы, он становится более связанным сам внутри себя, в нем повышается связанность между нейронами, у них физически растут новые синапсы. То есть вы физически, осваивая какой-то навык, делаете в мозге проторенную дорожку, по которой импульсом становится проще пойти, чем в любом другом направлении. Это правда то, что мы делаем постоянно. Что касается веществ, проблема с веществами в том, что они либо не работают, либо нелегально. Но что работает хорошо, точно работает здоровый образ жизни, и в первую очередь сон. Большие, серьезные проблемы с памятью у тех, кто старается быть хорошо работоспособным, держать себя в ежовых рукавицах и спать по 6 часов в день, или по 4. Вот он делает неправильно в долгосрочной перспективе, потому что сон, по-видимому, важнейшая функция сна, именно в том, чтобы спокойно растить в себе вот эти новые связи. И если вы что-то выучили и не выспались, то вы сможете это завтра сдать на экзамене, но, скорее всего, вы не запомните это на долгий промежуток времени. Это печально. Здравствуйте, Ася. Лет 5 мечтала с вами видеться. Я третий раз в Харькове. Ну я в Харькове меньше полутора лет, поэтому. Скажите, пожалуйста, вопрос чуть-чуть не по теме. Я читала в одной из ваших статей о том, что есть где-то 11-процентная корреляция между, я скажу, размером мозга и то, что якобы у одного пола больше, у другого пола меньше, это влияет на какие-то его функции. Допустим, если у мужчин очень сложно идёт различие цветов, допустим, нежно-персиковый или аквамариново-бирюзовый, то есть девушки легче воспринимают полутона, а мужчины красный, чёрный, чёткие градации. Вот есть ли какое-то различие, то есть серьёзно, как это корреляется между тем, что мозг мужчины одним образом думает, мозг женщины другим образом. Ну и, конечно же, может быть, реально ли, что пол человека влияет на результаты стимуляции, экспериментально будем доказать на лето. Мне кажется, что в вашем вопросе вы объединили три совершенно разных моих изыскания. Одно про корреляцию в 10%, которая была на самом деле между размером мозга и интеллектом. Второе про отличие между мужчинами и женщинами. И третье про развлечение цветов. Я могу ответить на любой из этих трёх вопросов или могу ответить на них на все три по очереди, что вам интереснее. Да, ну с размером мозга и интеллектом там история в том, что да, корреляция есть, но нет, корреляция слабая. Что да, действительно, по данным всех метаанализов, интеллект зависит от размера мозга, но интеллект зависит от размера мозга примерно на 10%, а на все остальные проценты он определяется чем-то ещё. То есть это есть и на внутривидовом уровне, и на межвидовом уровне. Размер мозга важен, но это не главное. У людей 100 тысяч лет назад, по-видимому, судя по раскопкам, размер мозга был вообще-то побольше, чем у нас. В общем, вероятно, они и были умнее, но вряд ли как-то принципиально и критично. Вообще у меня есть розовая книжка. У кого-нибудь есть розовая книжка? Помашите розовые книжки. Вот она и переведена на украинский, истана в Украине. Кроме того, написана она на русском, на русском она тоже есть, она тоже розовая. И про отличие мозга мужчин и женщин в ней есть целая глава. Со ссылками. Спасибо за вашу деятельность. Тоже давно за вами наблюдаю, даже не в Харькове. Спасибо вам большое. А вопрос по поводу Твикса. Возник по поводу изображения Твикса, потому что людей, которые выбирают меньше Твикс, можно вообще придумать, наверное, на вскидку штук пять сразу вариантов, почему они не выбрали Твикс. Поэтому вопрос очень простой. Насколько вообще картирована голова и насколько мы понимаем, что мы именно подавляем эту стимуляцию, эту зону, которая действительно отвечает за это? То есть насколько картированы вообще функции? На этом уровне точности голова картирована довольно хорошо. То есть голова картирована лучше, чем у нас есть фокусировка транскраниального магнитного стимулятора. Транскраниальный магнитный стимулятор не очень-то сфокусированный. Он стимулирует одновременно несколько квадратных сантиметров. В зависимости от модели он стимулирует, в лучшем случае, один квадратный сантиметр. В любом случае в этом одном квадратном сантиметре вообще-то довольно много функций разных есть. И скорее это довольно сложная задача выбрать, какой из многочисленных квадратных сантиметров в довольно большой на самом деле доразолатеральной фронтальной коре вы хотите стимулировать. И вполне вероятно, что если вы стимулируете более верхнюю, или более нижнюю, или более правую, или более левую часть вот этого вот кусочка размером с монетку, то у вас будут довольно разные результаты. Естественно, в самих статьях-источниках все оговаривается, почему они выбрали именно этот участок, почему они стимулировали именно его, или у них в принципе была несфокусированная катушка, они стимулировали сразу прямо всю доразолатеральную профронтальную кору. То есть мозг картирован лучше, чем позволяет добиться этого транскраниально-электрическая стимуляция, но хуже, чем этого позволяют добиться вживленные электроды. В тех работах, где вы вживляете электроды, вы правда не всегда точно знаете, куда их нужно вживлять, определяете это опытным путем на разных животных. Скажите, пожалуйста, Ася, вот все-таки об этой системе, которая состоит из миндалевидного тела и прилежащего ядра и соответствующих участков коры, все элементы этой системы, они работают врожденно, или эффективность работы различных из них элементов, она в течение жизни тренируется. Вы знаете, у нас на курсе нейрогенетики предупредили, что будут сразу с позором выгонять с экзаменом, в том случае, если мы попробуем заикнуться о противопоставлении nature versus nature, врожденное versus приобретенное. Предупредили, что в современной биологии это невероятный терной тон, так никто никогда больше уже давно не делает, потому что всегда говорят слово co-action, всегда говорят о тесном взаимодействии врожденного и приобретенного. Мы наследуем, мы имеем от природы некоторые спектры возможностей, некоторые базовые анатомические свойства и некоторые базовые склонности к тому, чтобы этот центр учил вот это, занимался вот этому. Но дальше все на микроуровне зависит от нашего индивидуального опыта. То есть амигдала более или менее у всех людей нужна для того, чтобы бояться испытывать негативные эмоции. На самом деле тоже не только для этого, она может быть вовлечена и в положительные эмоции, но вот это такая базовая история. В каком-то степени это врожденная вещь. Я собираюсь сейчас делать лекцию про мозг либералов и мозг консерваторов. Там есть довольно надежные данные о том, что у консерваторов в среднем лучше работает амигдала, что она у них в среднем больше от природы, они в принципе в среднем больше склонны бояться, как бы чего ни вышло. Это проявляется не только в выборе их политических убеждений, но и, например, в том, как они реагируют на картиночки с паучками. Мы можем быть врожденно предрасположены к тому, чтобы реагировать именно на картиночки с паучками, научиться бояться паучков нам легче, чем научиться бояться калибри. Потому что никто не знает, почему. На самом деле совершенно непонятно, как паучки могли быть записаны в мозге и в каком виде является ли это паучком или кот такой, что что-нибудь темное, ходящее по земле и быстро ходящее по земле, например. Но, по крайней мере, известно, что, например, уже маленькие дети легче находят на картинках паучков, чем находят на них какие-нибудь другие стимулы. То есть мы настроены на то, чтобы обращать внимание на паучков. Но боимся мы паучков или нет, становимся ли мы либералом или консерватором, хотим ли мы вот этот голубой кружочек. Все это всегда зависит от индивидуального опыта. И основной пафос в том, что эти вещи бессмысленно разделять. Спасибо большое за лекцию. Очень актуальная тема. У меня вопрос по возможностям нейростимуляции. Во-первых, следует ли влияние на периферическую систему, то есть можно ли стимулировать спинномозговый нерв или конкретные синапсы, или конкретные волокна. И, к примеру, если есть потеря связи между моторной корой и тренд-перелом, что-то такое. Можем ли мы стимулировать отдельные мышцы, отдельные нервные окончания? И вообще какой предел возможности фокусировки? Можем ли отдельные синапсы? Что-то такое. Спасибо. Нет, отдельные синапсы абсолютно точно нет. Это реально плохо сфокусированная система. Несколько кубических сантиметров, в которых есть сотни-сотни тысяч нейронов. Никакого отдельного синапса с помощью этого метода. Нет, и я думаю, что никогда. Главное достоинство этого метода в том, что он неинвазивный, в том, что вам не нужно сверлить череп. Если вы пытаетесь сделать такую маленькую катушечку, чтобы пучок ее поля был таким крохотным, узким и сфокусированным, чтобы он стимулировал отдельный нейрон, то этот пучок одновременно будет таким слабеньким, что он никогда в жизни не пробьет не то, что через череп, а даже не через кожу. Поэтому с помощью этого метода нет. Отдельные синапсы стимулируют с помощью химических веществ. Вы можете, как Эрик Кандель в своих нобелевских экспериментах, капнуть из пипетки, из микропипетки, конечно, нужные молекулами в нужную точку. Все равно это не будет, скорее всего, один синапс. У вас не настолько маленькая пипетка. Синапсы вообще маленькие совсем. Но какой-то маленький узкий участок. Либо это делают с помощью вживленных электродов. Вживленные электроды можно вживлять в один конкретный нейрон или в два конкретных нейрона рядышком, чтобы стимулировать тот синапс, который их друг с другом соединяет. С помощью ТМС нет. Что касается медицинских применений, да, конечно, медицинские применения есть в больших количествах. Ее применяют для диагностики. Ее пробуют с разным успехом применять для, например, восстановления функций после инсульта. Потому что мы говорим, что основная гипотеза, почему она оказывает активирующее действие, даже после того, как уже прекратилась стимуляция, это то, что она может усиливать на какое-то время долговременную потенциацию, то есть проведение импульсов по всем тем синапсам, которые попали в зону вашего воздействия. И в общем и целом есть надежда, что если такие сеансы давать постоянно человеку, у которого повредилась какая-то зона после инсульта, то это поспособствует тому, чтобы эта зона в большей степени была подвержена нейропластичности, в большей степени подчинилась. Но на самом деле про медицинскую транскраниальную стимуляцию нужно делать отдельную лекцию. Лучше, чтобы ее сделал кто-нибудь, кто с этим работает, у кого хотя бы есть медицинское образование. Здесь, конечно, я немножко лучше знакома с тем, как ее использовать в исследованиях. Если вы готовы заморочиться, сделайте такую лекцию для 15 на 4. Спасибо, Айса, за лекцию. У меня такой вопрос. Как с точки зрения нейробиологии употребление черешни влияет на изучение английского языка? Никак. Но дело в том, что мы не занимались фальсификацией этой гипотезы, и мы не можем поэтому с уверенностью утверждать, что этого нет. Может быть, на самом деле все дело в этом. Здравствуйте. Прежде всего спасибо за лекцию. И у меня такой вопрос. Вот там в конце лекции было рассказано о том, что самому не стоит заниматься стимуляцией. И был целый список, из-за чего не стоит. там 30% и пол, и возраст. Но можно ведь прийти к специалисту, чтобы он определил, как именно на вас влияет конкретная стимуляция с вашим возрастом и полом, и попадаете ли вы в 70%. Люди так не делают все это объяснить. И потом уже у себя, на коленке собрав стимулятор, улучшить изучение английского, к примеру. Спасибо. Но вот пока нет. Пока нет, потому что пока, насколько я понимаю, здесь не установлено каких-то абсолютно однозначных, абсолютно четких принципов. То есть то, что вы там женщина, молодая, красивая, не принимаете наркотиков, например, или принимаете и так далее, может повысить вероятность того, что на основании вашего сравнения с другими испытуемами вы будете реагировать так-то и так-то, но ничего не гарантирует. Ничего не гарантирует, потому что может быть все дело в употреблении черешня, чего никто никогда не проверял. То есть на данном этапе ни один врач просто не возьмет на себя такую ответственность, потому что он что-нибудь предположит, а потом все окажется не так. Но я думаю, любой преподаватель английского смело скажет, что изучение английского больше помогает изучению английского, чем черешня. Да, в этом мы более или менее уверены. Тут звучал вопрос уже по поводу, скажем, боязни пауков. И более такой вопрос все-таки, ну паук, инструмент, который вы упоминали, что там еще было, еда и убежище, да? А насколько они вообще привязаны к языку? То есть, опять же, врожденное знание, неврожденное, это понятие, это врожденная сущность или нет? Ну вот смотрите, на этом уровне, на уровне убежища и языка, или тем более отвертки и языка, по-видимому, не привязаны, по-видимому, это довольно универсальная категория. Но, конечно, такие эксперименты тоже ведутся. Конечно, многие изучают, как в мозге закодированы слова на разных языках. Это отдельная прекрасная тема. И у меня сейчас, поскольку я не готовилась к этой лекции, вообще давно ее не читала, и вообще она у меня была не совсем про это, у меня сейчас выпали из главы, конечно, все имена и названия. Но, в общем, короче говоря, есть такой мужик, который пробовал давать людям слушать один и тот же рассказ, но только английским, а на этих спикерах на английском, а людям с родным русским языком на русском. И он показал интересную вещь. Он показал, что хотя активация зрительной коры, видная, извините, слуховой, активация слуховой коры на томограмме, конечно, совершенно разная, потому что собака и док звучат совершенно по-разному. Но при этом на уровень выше, вот, например, в той же самой нижней лобной извилине, вообще в лобной коре, в височной коре, которая помимо слуховой, которая связана, например, с задействованием образов из памяти и так далее, картина активации, изменяющаяся во времени по мере прослушивания рассказа, вообще-то удивительно похожая. У тех, кто слушает, рассказывает с этим сюжетом на русском, и у тех, кто слушает, рассказывает с этим сюжетом на английском, и она, по крайней мере, позволяет надежно отличить его от любого другого рассказа, который слушают эти люди. То есть, если вы слушаете два рассказа на русском языке, то между ними будет больше разницы, чем между тем, как вы слушаете рассказ на русском и рассказ на английском, в том случае, если вы оба эти языка понимаете хорошо. Вот такие вещи. Тут очень много разных работ, и сейчас просто я не потяну делать какой-то обзор. Возможно, тебе не будет ответа на этот вопрос, но я его задам. Можно ли с помощью измерения активности амигдала и префронтальной коры оценивать… Не коры, ядра, а прости наоборот, префронтальной коры, да. Я услышала прилежащие ядра и удивилась. Ну, в общем, вот этих двух ребят, которые плюс и минус. Да, нет, тогда прилежащие ядра. Хорошо, прилежащие ядра. Можно ли, вот считывая их активность, определять отношение человека к какому-то событию, к какому-то стимулу? То есть, допустим, взять какой-нибудь секс и определить, было ли это для человека скорее приятно или скорее неприятно, и применять это в судебной практике. Да. Вот как раз я цитировала Кличарева. Все, что вы делаете, вы делаете для того, чтобы понравиться нейронам в прилежащем ядре. Все очень любят прилежащее ядро, именно потому что это прямо такая самая прямая и самая четкая связь во всей нейробиологии. Прилежащее ядро активно, значит, человеку хорошо. Прилежащее ядро неактивно, становится активно меньше, значит, человеку плохо. Это прямо очень прямая вещь. И с амигдалой не так однозначно, потому что амигдала может быть вовлечена в разные эмоции. Секс, скажем, в случае БДСМ, амигдала, конечно, будет активна. Это не означает, что вам не понравилось. Но по прилежащему ядру можно смотреть много чего. На этом построено огромное количество экспериментов, в которых именно оценивается нравится, не нравится, хотим, не хотим, будем, не будем. И это широко используется в поведенческой экономике. То есть когда изучают готовность людей купить что-нибудь, то, конечно, их готовность купить, готовность отдать деньги, когда они нажмут на кнопку, отдать настоящие деньги, она надежно предсказывается за несколько сотен миллисекунд или даже за несколько секунд до того, как они нажали на кнопку. Именно потому, насколько сильно активируется их прилежащее ядро в тот момент, когда они увидели этот стимул и должны были принять решение о том, будут они покупать или нет. То есть до того, как они ответили «да» или «нет», по активности прилежащего ядра можно надежно предсказывать, купят или не купят, и изучать, какие вещи на это влияют. Я в третий раз упоминаю сегодня Василия Андреевича Ключарева. Я большой его фанат, хотя Матео, конечно, красивее. Но у него есть курс лекций на курсере на английском языке. Вот и про нейроэкономику, про то, как мозг принимает решения. Я всем бы его рекомендовала. Так а почему же тогда в судебной практике не используют этот метод? Потому что МРТ, аппараты дорогие? То есть женщину изнасиловали Вы предлагаете изнасиловать ее еще раз в томографе и понять ложное заявление об изнасиловании или правдивое? Или как? Нет. Если предъявлять ей какие-то эмоциональные стимулы, допустим, фотографии этого человека, или запись голоса этого человека, или, допустим, она рассказывает, или он, мужчины тоже могут изнасиловать, допустим, записали рассказ этого человека, потом проигрывает, в общем, что-то такое придумать. Можно же? Дайте пример преступления. для которого это может быть нужно. Да вот я все про секс думаю. Ну, и что про секс? Изложите. Ну, вот, допустим, берут показания у человека, как произошла ситуация. Один человек говорит, было насилие, другой говорит, нет, все было по согласию. Записывают, допустим, рассказ обеих сторон, потом суют обе стороны в МРТ, и, допустим, прочитывают им вот их же рассказ и замеряют вот реакцию их плюса и минуса, да, вот этих, на рассказ. Или, допустим, я же говорю, предъявлять фотографию, или там запись голоса. Ну, смотрите, сложно, потому что сложно трактовать. То есть, ну, вообще, это какой-то, честно говоря, мне женщина жалко в этой ситуации. Ее и так изнасиловали, а вы ее еще и проверяете каким-то таким, типа, она сама напросилась, сама юбку короткую надела, ей все понравилось. Это как-то все довольно ужасно, по-моему, звучит. Представьте себе, что женщина лежит у вас в томографе, слушает рассказ о том, как происходило это изнасилование, вы видите, что у нее активировалось прилежащее ядро. Может быть, оно у нее активировалось, вообще-то потому, что она рада, что это закончилось наконец, что она лежит в безопасном теплом томографе. Вот, то есть вы никогда ничего не докажете. Вообще, конечно, методы нейрофизиологии используются в судебной медицине, но обычно не очень понятно, как спланировать эксперимент так, чтобы для него был нужен именно томограф, чтобы он дал какую-то информацию, которую можно достаточно, однозначно трактовать. Обратите внимание, все вот эти работы нейрофизиологические, в них все всегда используются невероятно простые эксперименты. Когда вы проверяете рабочую память, вы даете вот этот тендбэктаск, в котором вы должны нажимать на кнопку, если вам показали одну букву назад. Вы не даете человеку решать интегралы, потому что когда человек у вас считает интегралы, там слишком много всего разного происходит в слишком многих разных отделах мозга, и вы никогда не поймете, что из этого связано с интегралами, что из этого связано с ненавистью к интегралам, а что из этого связано с какими-то совершенно посторонними мыслями. И вот с этим же проблема в случае анализа преступлений. Слишком много разных факторов одновременно. Для того, чтобы понять, что прилежащая ядра активировалась именно поэтому, нужен какой-то предельно простой стимул. Но в криминалистике применяют, например, зато кожногливоническую реакцию. Кожногливоническая реакция тоже не супернадежная, тоже может быть связана с разными вещами, с разными влияниями. Например, вы сидите с кожногливонической реакцией, на вас смотрит ваш научный руководитель, разговаривает с вами, вы демонстрируете сильную кожногливоническую реакцию. Может быть, это потому, что вы его боитесь, а может быть, это потому, что вы в него тайно влюблены, а может быть, это потому, что у вас еще какие-то проблемы с вашим научным руководителем. Может быть, вы вспомнили, как вы на его лекции нечаянно упали со стула, и вам от этого смешно. И вы все равно демонстрируете эмоцию. То есть все может быть очень по-разному, правда, и слишком сложно трактовать все эти вещи для того, чтобы использовать их надежно. Лучший анализ ДНК. Вам понравилось? А вам понравилось, что это закончилось? Тогда мы позовем Асю еще. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!